Мы хотели, чтобы побеседовали с ним. Да, да, да. Представьте. 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 Саегаритим Шлавкев, кто знает, кто не знает, из России, в Барнолу, проповедник, миссионер. Он объехал уже из Западной Европы и сейчас через Украину вертается обратно в Россию. И посетил нас. Мы знакомы с 30 лет. Я с Анатолием позвонил, и мы решили на пару минут кое-какие вопросы. Мы туда оценивали, и завезли. И вот так мы до вас попали случайно. Я тоже не знаю, я была на работе. Женка звонит, дает трубку. Слышу, голос знакомый, откуда, как. И на тех же у меня дома. Я бегом с работы. Ну, мы там полчаса попали, и сюда к вам передашей маршрут напряженный, работаем много. Так вот, мы собрались, тут какие-то вопросы, пусть задавайте. Добрый день. Все. Слава Богу, что вы не сидите. Я сейчас расскажу, а что мы делаем сейчас. А ну, ну. Ну, чтобы вы сидите. Значит, коротко я скажу о себе. Мне 74 года. А я вас видела... 10-го имени вот было. Да. Когда буду говорить, чтобы вы там запоминали свои вопросы, а потом перезавляете. Вот я с детства знал, что есть Бог, что есть рай, есть ад. Ну, прям, семья такая, что знали о Боге, Богородица делала радости, что нам больше ничего не знали. Мать сказала, что грех, а книг никаких не было. Ну, я Бог от этого хранил. Нельзя выдавать там, что... И Господь сохранил просто. А уже после армии мне в руки попало Евангелие. И попало, а через неделю... Так Господь привел. Я сознательно покаялся. 23 года обратился. Это 27 сентября 62-го года было. Вот 51-й год идет. Моя жизнь решительно изменилась. В это время я учился в высшем мореходном училище, служил во флоте. И, ну, Бог давал граммы большую, большую курсу. Я добился разрешения сдать три курса за год. По выбору комиссии на английском, на английском или на английском. С выходом за границем. А все это в человеческом. У меня двело, я уеду, я там... А Господь показал, будет вот так-то. А раз сначала я говорила, началось в первых днях, и все, что же он неправильно надо принять, началась полоса гонения. Так что пришлось в пяти тюрьмах отбывать срок. За слово Божие в лагере. На 87-м нас 210 политзаключенных одновременно всех освободили по указу при Зиме. Ну, а тут оказалась рядом перестройка и очень большой спрос. Я так, ну, знаю очень хорошо обстановку, думаю, больше меня в Советском Союзе никто не проповедовал. Это невозможно просто. За мной, в очередь, стояли воинские части, отделы милиции, там, и группы, прокуратура. Я так и скончаю, на машину, в другое отделение. В школах по три класса они сгоняют, тут провожу уроки, в следующий класс, там уже три класса вместе. В университеты, все техникумы, академгородки, потом вызвали в Америку, там проехали. Три радиопрограммы регулярно веду. То есть спрос невероятнейший был. И все, говорить приходилось о Боге, о возрождении, о жизни. Тогда вопросов было много. И благодаря тому, что, видите, надо все принимать от Бога. У меня повреждение физическое на уши, я плоховато слышу, и мне вопросы задают, когда я на кафедре стою, в университетах студенты, вопросы в писанном виде. У меня накопились вопросы. Но я одним отвечаю, там записывают на магнитофоны, там снимают, там на телевидении. Ну и хочется другим узнать, а нельзя это написать. И так родилась первая книга. И за ней вторая. И так 38 книг я издал. Это не просто книжки. Книга, каждая 750 страниц. Отдельно мои беседы с Александром Менем. Их нигде нету, потому что мы лично с ним на дому беседуем. И они записаны в аудио на нашем сайте. Мы дадим сайт вам. Их можно слышать, как мы сидим, он говорит, я засмеялся, там чай даже помешиваю. А потом отпечатали это все. И вот так эти книги появились. Я оповестил в библиотеке всей страны. Ответ один. Содержание книг. Понятно, нужно, но финансирования нет. Я решил подать книги эти, дарить библиотеке. Дарить. Оттираж, что небольшой, тысяча экземпляров в целом. И вот в прошлом году мы проехали, живем в Арнамуле, Алтайский край. Это в Сибирску по южнее. 240 всего городов. За три месяца, одну неделю. У нас график чрезвычайно напряженный. Даже он заправляет, а другой деньги платит. Этот уже трогает машину, тот на ходу в машину садится. Чтобы нигде, в 5 часов библиотека закрыта где-то. Мы за город выезжаем, в лесополосе где-то. Специально копаю под печку, где как отдохнуть. С нами собака охраняет. А утром опять здесь. Библиотекари собираются. Где батюшки могут людей собирать. Которые знакомые батюшки. На дому и беседу мы все это записываем. И все это в интернете можно сегодня увидеть. А нынче мы предприняли большую поездку. Мы тогда доехали в прошлом году до Владивостока. И находка. В ту сторону и сюда до Москвы. То есть прошли севером и югом. Ну, 240. Я 240 раз должен был переломить обстановку. Мы приезжаем, я не званный, не гаданный. Кто меня знает. Я должен доказать, что книги хорошие. Потому что мы опоздали. Уже вышло постановление правительства. Книги не принимать, где экстремистские наклонности. Ну, на травмах людей-то. Я должен не читающим мгновенно доказать, что книги как раз зовут к миру. Что это не сектантские, а православные. Это я должен сделать 10-15 минут. И поэтому, когда меня спрашивают, как люди вас принимают. Я отвечаю, принимают по-разному, провожают одинаково. С любовью, с улыбками, стараясь что-то дать и поцеловать. Вот сегодня это вообще, вот Александр Селландович и Боли, это все заснято. Потом будет в интернете. Это Господь так делает. И вопрос один. До этого мы прошли 56 сел. 56 сел, больших районов, заходя в каждый дом, даря в каждом доме Евангелие. А кто придет, это Дом культуры, мы заранее с администрацией договариваемся, или на стадионе, тем дадарим Новые Заветы. Мы за два года подарили 30 тысяч Евангелия Нового Завета. Это все покупали. Но Господь как-то так дает, неизвестно откуда, прям как будто с неба Бог посылает. И вопрос один. Вот до вас были свидетели Евгова, паптисты, мормони, администрации. Где вы были столько лет? Все разобрали уже. Патриарх Кирилл проехал до востока, вернулся и говорит, ну мы ему не можем не верить. Патриарх, во-первых, не один ездил-то. И он говорит, состояние нашей церкви духовное развалено. Вот вы не хотите, но это слова подтверждает жизнь. Я могу добавить, что патриарху показали не худшее. Он не заезжал туда, куда мы заезжаем. Там Освенцин, там Хиросима. Сектанты все разобрали. Тысячные собрания по 10-15 тысяч человек. Сколько детей и как идут? Упущено все. И вот в этой невыносимой разрухе мы начинаем трудиться. Привозим к каждой библиотеке, я дарю книги. Вот сегодня мы подарили книги в Одессе, в Николаеве и в Доманевке. Если бы там нас не задержали, друзья, значит, сегодня четвертый пункт был бы у вас здесь, в Первомайске. Но нам сегодня надо ночью уезжать, но мы остаемся, чтобы завтра в библиотеке у вас были наши книги. Как правило, спрашивают, о чем эти книги? Ну, коротко ответить о жизни. У нас лозунг, я начальник детского лагеря, организатор православного детского лагеря, он был один в Советском Союзе такой, 40 лет, без помощи государства, ни рубля не дали, тысячи детей отдохнули с родителями вместе. Ну, давайте везде начнем делать, и вопрос уже решен один. Решен. Я, например, подаю университет, а, допустим, только в одном, 17 лет, я ни рубля не получаю. Почему? Плохое у них финансирование, а я несу слово Божие. Вот 17 лет сотрудничать с тюрьмой, я знаю, о чем они думают заключены, о том, что я такой же каторжный. Ну, давайте делать начнем что-то. Говорят, а вот сейчас евреи все перегнали, заели, евреи правильно, не опровергают. Ну, вот ко мне привезли еврея, Наума Зараяевича. Он обратился, через два часа, стал православным сейчас батюшком, порученцем, патриархом. Пускай через каждого священника придет один еврей. В моем доме приходит сотрудник КГБ, офицер. Делается батюшкой. Они меня потом за него душат. Какую душу погубили у нас сотрудник, офицер. Понимаете? Это Бог делает. Обращается республиканского масштаба работник комсомольский. Двоюродный племянник Суслова, главный вдохновитель коммунистических идей. Делается эрмонахом, с которым Крешны голову отрезали. Это в моем доме он переходит. Ну, давайте начинать делать. Я ни при чем здесь, это Бог делает. Бог. И поэтому мы с этой миссией, мы еще поехали, решили проехать по всей Европе, открыли шенгенские визы, пройтись в Скандиналию, Прибалтику и опустить себя вниз в Южные Республики, Азербайджан, Армения, Грузия. Везде, оставляя книги, собирая людей в нашу диаспору. Но мы допустили небольшую ошибку по незнанию. Но эту ошибку Господь повернул на пользу. Поэтому мы, когда видим что-то не так, мы сразу все время молимся, дорогой едем. Из города выезжаем, молитва, молитва, везде. И Бог как на крыльях нас несет. Шенгенская зона, это куда-то государство входит, там 14 государств, 15. Допустим, я зашел в Польшу, теперь дальше мне не надо открывать, там только... Даже не проверяй денешь. Но наши братья-сербы не вошли в Шенгенскую зону, мы решили их посетить. Мы завтра там в Ленгрию заезжаем к ним, и нам никто не сказал, что это граница пересечена. Они нам печатли, нас оттуда выкинули. Теперь нам можно заезжать только в Болгарию. Да, ну все, правда, это будет. И заново теперь ходатайствовать об открытии визы. Но мы поняли, что, видимо, это не надо. У нас работает здесь еще почти 100 городов, мы должны посетить здесь сейчас Ставрополье, захватить Краснодарский край, и снова пройти на Украину, пройти Симферополь, Крымский полуостров, все города. Сумеем мы или нет, нам нужна помощь молитвенная. Мы ни в чем не нуждаемся. Чтобы помнили, потому что нигде так нас не терзает, как в Украине, на таможне. Это такие взяточники, прямо рвут все. Даже уже у нас все нормально, Польша вообще протолкнула, Германия вообще не смотрит. Все государства, кроме... Я поэтому пробил, у меня трехтумник изданный, толкование Нового Завета полное, с откровением. За 2000 лет впервые этот труд вышел. Я охранникам в одну, уже три комплекта подарил, а каждый комплект 75 евро. Да, слава Богу. И это как тараном пробивает дверь, они там что-то покрутят, и езжайте отсюда. Все, мы показали и подарили. Сейчас не знаем, как они нас выпустят, мы примерно послезавтра должны выйти. У нас ставка в Ростовской области, куда заранее, как генерал, пришли книги. Мы снова загружаемся, 20 комплектов по 38 книг. Вот, мы так вот трудимся. Я проповедник Бессионер 50 лет. Насколько это успешно, это было бы решать. Ну вот мы собираем людей, где никого нету, беседуют. И если храмов нету, отправляем в Кипейскую, ну вот там, в России, храмы Московской Патриархии. Вот. Если не могут они никак, хотя бы было с честлом, я там, храм какой-то построил. Люди ничего не знают. Но, если будете просить священника, просите, чтобы он вас учил. Без научения народ тёмный. Вам ничего не будет. Вот сейчас нас провожал, брат Александра, знакомая, помощница была. Её собратили иеговисты, свидетели иеговы. И она пришла на встречу. У них там. Лидия звать, кажется. Ну, немножко я поговорил. У неё сокрушённый такой вид, как бы. Я говорю, я не трожь, её нельзя переубедить. Это другая сторона. Это уже запредельно далёкая, далёкая от истины. Она не может голову повернуть. Она прописана в другом месте. Единственное, что можете плакать, молиться, подавать месть истину. Примите её, как сестру пока. Она стоит, начинает, вот, троица никакой нет, Иисус не Бог, то есть, богохульство. Надо перетерпеть. Надо рассказать. Я ей места писания некоторые привёл. А уж дальше так Богу даст. Я всего с ней там, ну, минут 5-7 беседы где-то. С православным ничего не знает. Другая у неё знакомая, пятидесятики была, совсем ушла. Но он стал с ней говорить, и она повернула назад. А уже пришла домой иконы снимать все. Иконы идолов. Обешиваясь, идолами, не повернёшься никуда. Человеку надо показать. Иконы идолов – это совершенно разные. Иконы – это икон, изображения. Они были в храме Соломона. В храме Зарававерево были. Это Иезекиэль, 41-й, глава 17-й стих. И Христос пришёл в этот храм, второй, и говорит, дом мой. Он не сказал, это капище. А там были изображения от пола до потолка, внутри и снаружи. Иконы. А они не понимают. И когда рассказываешь, они начинают задумываться. Вот иногда люди удивляются, как я обеседовал, а ты поговорил, а он стал другим. Моей работы тут никакой нет. Я просто воздух сотрясал. Это Бог делает. Я был в Москве в прошлом году. И там около храма Христа Спасителя есть Никола, на Берсенёвке называется, игумен Кирилл Сахаров. Можно, кто-то слышал. Очень хороший батюшка, Московская Патриархия. Он сразу стихарь на меня, и пришлось говорить про его. Римлянам 8-9. Страшные слова. Конечно, они не каждого пробивают. Там написано так, кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. То есть можешь быть священником, можешь быть патриархом, а Духа Святого не имеешь, ты не Его. Ты можешь причащаться каждый день и в аду оказаться. А как это выразить? Как Серафим Саровский сказал, стяжание Духа Святого. Это главное. Слышать голос Божий. Жить для Бога. И тогда Бог побуждает делать не фигуральное, а в подлинном смысле соединяет с Богом. Когда Серафима выводили, он в такой прострации был. Неужели служба закончилась? А тут, когда же служба закончилась? Это разные уровни. И человеку надо учить молиться. Как молиться? Молитва трех степеней. Первое, это просительное. Там мусульмане на этой ступеньке стоят, там буддисты, там коммунисты, там все, кто просит. Ну, коммунисты тоже дети. Отправляют в Чечню. И он в храм бежит, свечку ставит. Господи, только бы не убили. Это молитва. И Бог отвечает. Это первое. Надо выйти с этой ступеньки дальше. Второе, это благодарение. Написано, за все, благодарите. Первое, это ступеньки, там 5.18. За все. Я просил, а получилось совершенно наоборот. Ты благодари. Это ты думаешь наоборот. Да Бог как раз и сделал карман дырявым, чтобы денег не было, чтобы ты не напился. Понимаешь? Ты не знаешь, что ты говорил, да будет воля твоя. Вот его воля исполнилась. Так вот меня звонят из Германии. Я в Воронежу. У нас внук один. И вот операцию на сердце делает. Помолитесь. Я пришел с молитвой в Германию. А вот слышали, вашу молитву Бог отвечает. Да откуда мне знать отвечает? Ну я помолюсь. Но я знаю, чем закончится молитва. А чем закончится? На второй минуте операции ребенок угрет на столе. Да вы что? Ну я вам говорю. Ну молиться или не молиться? Молчание. А откуда вы знаете? Да я ниоткуда не знаю. Я просто говорю, может быть такой исход. Я буду молиться, чтобы воля Божия исполнилась. А его волю я не знаю. Вот и все. Как Давид, 118-й псалом, 164-й стих, это мой эпиграф. Там написано так, семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Нужно научиться не меньше семи раз молиться. Иоанн Золотовец говорит, у царя Давыда были государственные заботы. Псалмопевец. И он семь раз в день. Мусульмане пять раз намаз совершают. Мы семь раз. А что такое раз? Я нигде не нашел. Я его сам составил. Это три святоя. И сто поклонов. Десять поклонов. Знаете, четкие есть. Божьей Матери. Христу Божьей Матери. Ангелу Хранителю. Леону Хрестителю. Иголочную Дотворину. Святым Пророком. Небесным Силам Апостолом. Святым Мучеником. Святителем Христову Женному Делу. Сто. Вот это раз. Это самое малое, семь минут. Пролет какое-то время. Там сейчас полтора. Стань снова на молитву. Ты молись о правителях, о священниках, о родных, близких. Не лежи. Не спи. Бог не для этого дал жизнь. Вот по домам проходим. Заходишь и на раз. Бабушка лежит. Баба, что ты лежишь? Да не могу. А где дети? Да вот внуки уехали. И ты лежишь. А ты знаешь, что президент наш полетел в другую страну? Нет. Я тебе говорю, вставай, будем молиться, чтобы его не убили. Давай. Вот теперь ты знаешь, что есть церковь? Да, я знаю. Я ходила. А ты знаешь, батюшка, как нуждается. Потеряешься, сейчас полетел в Лерусалиме. А там стреляют. Надо помолиться за него. Давай помолимся. Расширили. И больше, чтобы я тебе не видел лежащих. Мне 74 года. У меня жена за 46 лет, она не видела, что я лежу. Ни разу не видела. Прислонись маленько. Минут 15 там подремнись. Сидя. Иначе у тебя мозги спекутся. Я вас учу, как жарить, как варить. Все. И баба зашевелилась где-то. Представитель света. Вас угнетают. Да, вот неправильно свет не проводят. Помолись, завтра свет будет. Свет Христос. А с этим светом, другой придет или не придет, это не так важно. Людям нужно дать возможность прямо ко Христу обратиться. И третья ступень. Первая просительная. Вторая идет благодарение. И третья словословие. Я ничего не прошу. Я только славу. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Воспущите руками народы. Как говорится. И Сыну и Святому Духу ныне присны во веки веков. Аминь. Вот на эту третью ступень надо все время пытаться зайти. Почему в церкви молитвы так перемежаются. И просительная, Господи помилую, и наши благодарения, и славословие. Как святые составили литургии и моления всех. Мы должны оценить величие православия. Это людям надо дать понять. А понять это можно тогда, когда ты войдешь в это, будешь жить. Вот начинают говорить, вот такие сектанты. Они там такие, гонившие. Это противоположный будет тебе эффект. Я всегда говорю, они очень хорошие люди. Я сидел, были эговисты со мной в лагере. Они не пьяницы, они не курят, они хорошие семьянины, хорошо работают. Но они не церковь. У них нет священства. У них нет таинства. И поэтому все остальное хорошее, оно становится нехорошим. Поэтому мы-то, православные, должны правду говорить. Виноваты в том, что у нас сейчас есть. Вот наш сахарный завод закрыли. Виноваты мы. Потому что из сахара брашку варили, у нас все гналось. И Господь положил предел. Благодари Богу, что закрыли. А не ромщи. Так плохо, безработица. Сначала возблагодарили, на вторую ступеньку поднимись. А потом Бог покажет славословие. Тебе жить-то осталось два дня, а ты ручишь. Что ты делаешь? Ты приготовься к исходу с этой жизни. Помни, последнее твоё вовек не согрешишь. Это вот. На этом настрое надо жить. Ежедневно, реально. Вот мы выезжаем сейчас из города, из Калюбова. Они на переднем сиденье сидят, я сзади. Так, город проехали, начинаем молиться. Каждый день едем дорогой, на ходу псалты, читаем Евангелие и совершаем правила утренную. Это обо всём молимся наизусть. Псалмы, 50-е, 90-е, 120-е, прочитаем. Нам Бог положил это на сердце, позаботиться о русском народе. А о русском это значит и украинцы, и немцы захватили, чехов. Если Господь благословит, то наш этот путь должен закончиться к сентябрю. Вот брат Виктор снимает, он учитель, ему надо вернуться. И как это будет, не знаю. Только мы всех просим поддержать молитвы. И когда мы начинаем, вот последнее где-то было у нас там, выходили, но насели на нас, мы не можем не выехать, паспорта отобрали, мы сидим. И он ночью уже там, начальник, там может что-то звонит с кем-то. Я говорю, никому он не звонит. Мы тогда встали и стали молиться. А они смотрят на нас, а мы встали, помолились, воздеяние рук подняли. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, Господи, молящихся на небе и на земле. Соедини нашу молитву с молитвами всех, кто молит за нас во благо нам. И услышал молитву о всех, кто заповедовал нам молиться о нем. И в кабину садимся. Они сразу зашевелились, документы отдали, я пошел поговорить с ними, а никого уже нет. Там начальники, которые вытягивали деньги, они куда-то спрятались. Я говорю, вот я вам дал Новый Завет, вы не думайте, что вы отобрали. Я подарил его во имя Христа. Поэтому никогда не говорите, что вы такие умные и отобрали у нас. Я подарил. Ну так и скажут. Все, до свидания. Благословляйте вас, а мы вас благословляем. И они эти слова впервые слышат. И дождь, ну и даже ехали, ехали, ехали. Где-то остановились все-таки. Это в Молдову уже вошли. Там нас еще потрепали. И вот наконец мы на Украине. А вчера попали в Приднестровье. А там стоят эти, БТР, не пропускают на другую дорогу. Такая проверка. Все записывают там книги. А у нас документов. У меня 160 документов только. Я издатель. Какие библиотеки подарены. Книги подарены Путину, Лукашенко. То есть центральная библиотека Ленина, историческая. Все библиотеки. В Варшаве, Вене, Братиславе, Софии. Ну смотрите, они ничего не смотрят. И вы деньги что-то мне дал. Денег не дадим. У нас нет. А книги не считаются за взятки. Поэтому я их дарю. Заранее объясняю. И вот если я подарил, допустим, 10. На меньше комплектов подарил. Меньше. 7. То 3 из них на все страны пришлись на Украину. Не пропускают. Я тебе тремя томами буквально прошибаем дверь и едем дальше. Вот еще не выехали. 4 придется дарить на выходы. И вот брат Александр привел познакомиться. Мы приехали. Может вопросы будут. Тут коротко, чем мы занимаемся. Как Бог это примет, мы не знаем. Но отзывы есть и люди, которые обращаются через это. Один говорит, я диаконом был. Уже совсем ушел был к баптистам. На ваша книга попала, я сразу вернулся в православие. У меня отдельная книга, это миссионерская работа. Как работать. Вы, может, слышали такого архимандрит Юрасова. Он неоднократно к нам приезжал. Мы касаемо 8. Мы идем дорогой. А я ему рассказываю. Он говорит, у вас, понимаете, пощупать можно слова. Это надо печатать. Но мы говорим, ну схоластик. Он говорит, баптисты возникли тогда. Ты не это надо. Хотя это тоже нужно. Нужно сказать о том, что без церкви нет спасения. Им о Христе не надо говорить. Они лучше нас знают. Баптистов не надо учить любить Библию. Они нас научат. Но они не церковь. Вот священники, я их спрашиваю нашим. Скажите, что самое ценное в православный век? Ну что, мощи, наверное. Вот ты скажи, ты дожились. Мощи, наверное. Вся мощь в мощах. Самое ценное у нас на пальцах, присчитать. Первое. Это священство, имеющее рукоположение топорских времен. Оно через них таинство. Это на первом месте. Куда епископ, туда и народ. Игнатий Богоносец говорит. Второе. Это каноны церковные. И толкование святых отцов. Так вот самое главное, ценное, чего у сегдантов нет. И это мы должны дать им. А в этом уже нашему силу. Молиться. Открывать. Ну, Бог открывает кое-кому дверь. Я свидетель этому. У меня было в жизни много таких чудесных событий. После выступления. Ну, буквально все приходили в церковь. Слушатели. Это сделать нельзя. Переубедить нельзя. Это делает Дух Святой. А мы только слова произносим. Вот мы с этим приехали в гости к вам. Пусть что зададут, какой вопрос. Стоит богатый. Скажите, пожалуйста, у евреев есть синагоги. Это же не церковь. Это просто клуб. Я так правильно понимаю. У евреев есть синагоги. Это церковь или клуб. Клуб или всякая синагога еврейская. Евреи молятся в синагоге. А Златоуз говорит, синагога есть церковь сатаны. Все. Я не могу другого отметить. Потому что это не мои слова. Меня привлекать к ответственности не за что. Это говорит он. Ко мне на занятия в университет пришла еврейка. И первый вопрос она задала. Скажите, а что, синагога по-вашему, это служитель со сатаны? Я говорю, святой. Ян Златоуз. Патриарх в Константинопольске говорит эти слова в восьми своих словах. Почему? Пришел к своим, а они его не приняли. Обещанного мессия они распяли. И они делают все возможное, чтобы люди не уверовали. Но это люди, которые нуждаются в нашей заботе. К евреям особый подход. Иногда люди... Благослови, батюшка, благослови. А ты знаешь, что такое благословение? А кто благословил? Благословение, если ты не знаешь, оно несет от Бога тебе благодать, чтобы у тебя было все для спасения. Это благословение. У тебя будет нормально в огороде, там, скотина, но все ко спасению. Напротив, это проклятие. Проклятие, это все у тебя сгорает, рушится, жена выкидывает, не рождает там... Ну, все против идет. Вы хотите благословение иметь? Да. Первое благословение в Библии, первое. Никогда не проклянай евреев. Никогда не проклянай евреев. Запомни. Почему? Господь говорит, благословляющий Авраама будет благословлен. Проклинающий будет проклят. Это чьи слова? Это говорит Бог Евгова. Он спросил, как тебе имя? И Евгова, и Евгова. В Библии, кто считает, знает, так написано. Еврея не проклянай. А что же это делать? Они ограбили Россию, это Березовская. Все правильно ты говоришь. Но они и Христа не приняли. Но у нас сокровища больше есть. Вот я издаю книги, а у меня минимальная пенсия. Мне не давали работы. И помогают евреи, банкиры. Поиздание православных книг. Это вообще для людей непостижимо. Как? Евреи? А у меня отдельно три тома, только про евреев написано. Разбирают Алмут. И что о них говорено было за 3600 лет. Это в моих книгах, 38. А отдельный том, это я разбираю Коран. Все суры аятов в сравнении с Библией. За 1300 лет что сказано было о них. Святые, которые что о них говорили. Это громаднейший материал. Вот первое благословение. Второе благословение. То есть благословений много. Но последнее, это первое, не проклянай евреям. И последнее у Малахии написано. В Ветхом Завете. А вот сейчас вы услышите. И придется вам задуматься. Имеете в это благословение или нет. Господь говорит. Проклятием вы проклятый весь народ. А народ отвечает за что? За то, что не платите десятину священству. Так вот что вы платите? Смотри, какой толстый у него и машина и все. А мне тебе не рассуждать, а платить надо. Ты заплати. И Бог говорит, а не открою ли я небо? Не пролью ли милости, как из рога забили для тебя? Десятины. И тогда торговли в храмах не надо. Почему? Вполне достаточно. Вот у нас торговли никакой нет. Мы покупаем сами воск на пасеке чистейший. Жены такие, которые живут свято. Они льют воск, свечи, свечи в пачке лежат, благоухающие. Мой брат, он протеерей, он ставит сколько надо. У нас шевелений никакого нет. Копейка не появляется. Если у нас налоги, налоговый не может взять. Они нас трясли, трясли, но уже православные. Но у вас же должен быть доход. У нас в крещении, там все бесплатно делается. Но платят десятина. У нас нет движения денег никакого. Нулевое. Все. Один раз установили порядок. Но это очень трудно. Мы до крещения готовим от 3 до 5 лет. Говорит, надо катехизацию. Сколько? У нас 450-500 часов. Каждому дается 2 помчителя. 3 года помогают, наблюдают. А потом в церковное собрание, в приходской совет 10 человек голосуются, расспрашивают их помчителей. И батюшке даем рекомендации. Это рекомендательный характер. Бывает так, что за крещение проголосовало 3 человека. А против 7. Ну а батюшка должен решить. И вот приехали из Германии, приезжают к нам креститься. Только в полное погружение. Только. И вот приехали креститься. Ну и проголосовали, что не готовы. Но в течение одного дня обстановка изменилась. Мы у батюшки уже данные отдали. Завтра будет крещение. Но стали беседовать дальше. Она сидит, плачет. Плачет девушка, которая... Представьте, все приехали, покрестились, а она не крещена. И теперь мы уже с ними, со всеми беседуем. И решили это дело, кажется, переголосовать. Я поехал к батюшке. И говорю, так и так, батюшка. Мы решили, что все-таки можно ее покрести. И дальше будут на нервах. Ее покрестили. И она сохранилась. Ее сияющее лицо. Когда она вышла из купели, крещение какое-то. Мы не догматики. Мы можем менять свое мнение. Но в пределах канонов. Каноны это строжайшие. Это неприкосновение. Каноны нужно знать. Каноны это вехи на пути в Сарство Небесное. Вот у нас посты никто не нарушает. Мы этого не знаем. Бывают посты, идут батюшка, у меня гастрит, молочко. У нас батюшка сразу объявляет, чтобы никто не подходил. Никто не подходит. Если пост нарушил, я два года отлучил. У нас один городок подправил. Так пока борода не отрастет, в коридоре стоит. У нас очень строго. По всем канонам. Это каноны. Все. А значит, нас тоже правильно учили. Любое селение должно. В первую очередь, чтобы священник имел за что жить. Учитель и врач. Правда? Их ощущение, что в каждом населенном пункте священник должен питаться за счет подаяния людей. Да. Священник – врач и учитель. Она называется «Святая Божественная Десятина». И принесли груды и груды. Вот вас раз, два, три, четыре, пять, десять. Все. Уже они прокормят. Ведь Десятина у него Десятина получилась по Десятине. Такой же, как у всех. Для нас даже объяснять не надо. Все люди это знают. А в Глашене уже платят Десятину. Со всех прибытков, что у него есть. А еще один вопрос можно задать. А как это организовывается у вас? Как это у вас это организовывается? Это объявляет? Ну как? В первую очередь, обращение. Люди обращаются. Объявление в городе Павел, что там-то, там-то православные ведут изучение Библии, потолкование святых отцов. Но один прочитал сектанты под православных подделовцев. Ну я пойду и разберусь с ними. Пришел и остался. Пришел и остался. У меня было такое. Услышали там одни, двое обратились. Они из Тамбова пристали в Парнаул. Как так? Наши люди ушли. Трое приехали. Трое приехали, все остались. Тогда приезжают еще остальные. Больше приехали, и эти все остались. Дошел и возвращается. Людям нужно показать. Вот даже мусульманам, евреям. Они хорошие люди, но со Христом лучше. Со Христом лучше. Нам с мусульманами равнять все нельзя. Они не пьют. Посмотрите, как они благочестиво одеты все. Ну посмотрите, какое послушание жен. У них спрашивают, ну, выходит замуж. Сколько у вас не девственницы? Они говорят, все сто процентов девственницы. Его спрашивают, тетя Любер, 16 лет. У него отец погиб. Он говорит, а твоя мама сейчас будет чужим мужиком. Заражил. У тебя сестра 15 лет. Она будет гулять вечером. Заражил. И вот и все. Больше ничего. Заражил, и он больше ничего не знает. И нет. У нас в 8 классе уже девушку трудно найти. Нам надо не хвалиться, а учиться. Вот начинают против алкоголя. Давайте до 16 лет не продавать. Жириновский выступает. Это надо в магазине, в дальний угол поставить. То там бутылку не дойдут. Я выступаю в интернете. Говорю, вам никогда это нельзя. Только мусульмане. У них смертная казнь. Кровь шайтана выпил. Их арестовали. Приехали. Сколько? 15 человек выпили. Разобрались сразу с ними. Приехали англичане. Строят там какие-то дома. Их под расписку взяли. Чтобы никакой брашки, ничего не делали. Иначе тебе такое. Ну а там стражи исламской революции пришли. А они подвыпивши. А почему вы это сделали? Тем более еще звезда не зашла, выявили. Арестовать. А сколько? 80 человек. Всех арестовали. Так, это подпись ваша, ваша. По 40 ударов палкой на площади. По 40 ударов дали. Теперь с каждого 20 тысяч евро высчитать. А арестовали на 2 года. Через каждые полгода на площади снова по 40 ударов. Так он до дома появился. Пятками земли не доставал. И все. Заходит этот жильдор в порт. И, ну, лоцманский корабль встречает. И буфет не опечатан. Ну, буфет, это территория того государства, Нидерланды. Его спрашивают, а почему буфет не опечатан? Да как-то не досмотрели. Капитана с корабля сняли, арестовали. Наложили штраф. И корабль ушел влезе. О, ему 2,5 года. А они не шутят. У них очень серьезный закон. Это я сегодня православный, могу в мусульмане. А из мусульман назад возврата нету. Это считается смертный грех, это обязан умереть. С ними шутить не надо. Я говорю, за 2000 лет их никто так не любил, как Даниил Сысоев. И поплатился в жизнь. Это был настоящий святой. Его, говорит, вот меня спрашивают, канализируют. Его не надо канализировать, он святой, он мученит. Он сам говорил, минуя бытарство, попасть в царство Христово. Это был настоящий, мужественнейший человек. И толковать тут даже не очень. Ну, еще один вопрос можно? Грунче, грунче. Грунче. Я на полю кричу, то он. Дело в том, что сейчас у нас идет вопрос за годы, чтобы мы брали паспорта биометрические. Я понял вопрос. Как поступить? Вы ездите по разным странам мира. Знаете, я вам сейчас скажу. Когда это наш сайт, батюшки, наш сайт, и когда на него зайдете, в верфу там написано «Православная хорба Игнатия Латкина». Не вот книги на город. 1400 темы. На сайте на этом 50 книг моим голосом насчитано. Полностью. Глотауз 12 того. 12 того в жизни святых. 5 того на вратарюбе. Архипелаг, Булаг, Библию. То есть в мире нигде нет такого сайта. Это наш самый большой православный сайт. Вы знаете, что там в интернет входить? Так, у вас выход в интернет есть? Нет. А ты сейчас руку тянешь? Только у кого выход в интернет? Выход в интернет только у кого? А выход в интернет? А вы выход в интернет? А больше, братья, дайте еще. У меня там в машине есть. Больше нет ни одного. Я потом дам. Ну, братья ездят, они дадут. У кого нет, нет. Потом достает уже. Он достанет. Теперь послушайте. Ваш ответ. Если вы зайдете на наш форум, вот он знает там. Там полный ответ. Более полного нельзя дать. Что об этом говорит патриарх Кирилл? Что говорит патриарх Алексей Второй? Ну, мы читаем мир там. Прямо... Матушка, я не ответил еще. Прости. Что об этом говорит Осипов? Ну, знаете, профессор. Что об этом говорит Иоанн Крестьянкин? Не просто слова, а он сам стоит, говорит, видео. Но я ссылаюсь не на это. Хотя мы даже, внимание брать, такие люди нерядового. Что Андрей там Кураев говорит? В чем-то он где-то как-то. Но он очень много хорошего говорит. Он приезжал ко мне в Барнолу, книги у меня покупал. А я ему подарю их. Даже и не сам пишет книги. А говорю, ну, приехали писать. Это Бог делает так. Так вот. В Москве только храм вот этот вот на Берсеневке Игумен Отца Кирилла единственные, которые на меня не принял. Все приняли. Он один. Они мне звонят. Что делать? Я говорю, сколько можете, держитесь, упритесь. Ну, уж совсем нельзя, тогда примите. Но это не печать Антихриста. От Бога это не отдалять. И решение Синода определенное. Безразличное. Принимаешь ты или не принимаешь. Но ты знаешь, что это приближает все время к посолению Антихриста. Это определенно. Это четко. В конце концов, чип, и мы под полным контролем. Это все от Осипов и Алексей Ильич подробно. И Смирновов отец Дмитрий объясняет. Услышали каких-то людей. Так, паспорта. Посмотрите. Говорят, биометрические данные там заложены. Чтобы получить за рубежный паспорт, вот, биометрические данные, внимание, я покажу вам этот паспорт. Вот, это зоно, заграничный паспорт. Ну, в Англии там отпечатки парсов, просто так телоскопии называется. Здесь другое. Вот это вот паспорт. Посмотрите. Ничего нет. Но здесь есть маленькое, где, говорит, заложено все. А вот они, когда фотографируют, они оболочкой. Радужная оболочка. И они по ней сверяются в компьютере. Вот так. Неграцательно. А шельгенскую зону, вот так, перечислилась бы все. Еще и нет. Вот, смотрите, это шельгенская зона. Открытая, где мы заезжаем. На Украину они везде штампуют. Вышли из Белоруссии. Опять зашли в Украину. Все, паспорт. Я объясню, Ефрем Сириум, говорит. Что означает печать? И почему на правую руку и на чело? Чтобы человек не мог совершить крестное знамение. Смотрите. Я совершаю и кланяюсь. И целую святые иконы. Получивший печать, он не может перекрестить. Это уже Ефрем Сириум святой говорит. А почему? Это отвержение от добрых дел и неизбладимое начертание образа внутри, почитание его за Бога, антихриста. А его еще нет. Он не пришел, а печать ставит. Как это? Так не бывает. Печать бывает тогда, когда власть оформилась и ставит печать. Печать не может раньше прийти власть. Но это Осипов все объясняет. Очень подробно. Так что здесь надо понимать, это не безразлично. Но необходимость, тем более я делаю это не для себя. Никак она не повлияла. У нас защипирована только одна собака. С нами собака есть, и еще и поставили. Без нее не пропускают, что именно наша собака. Мы нигде не допустим на племя и прочее. И так, если по-хорошему, они даже по сигналу она потеряют. Они сейчас ее раз и нашли, где-то в кустах спрятались. Все. Это не играет в роли на спасение. Ну, не верите, что я сказал, то подробно описано из святых отцов на нашем форуме. Все. Что говорил Кирилл Уссалинский об этом? Андрей Кесарик и Падокийский. Но если ты это не признаешь, у меня данных никаких нет. Написано, что он будет ставить, и нельзя будет ни покупать, ни продавать. Но у вас этого нет, а вы ходите, покупаете, продаете. Ну, явно это. Вот. Я могу покупать, продавать. У меня печать о тихжестве, если так рассуждать. А я как раз и не покупаю ничего. У нас мешок сухаря, я в этом убираю. Мы ничего не покупаем, вообще в магазин не заходим. Щерешни нам надавали. Вот там батюшка, матушка, меду нам дала. Сейчас в нем были. А другие, которые ничего не имеют паспорта, каждый день ходят в магазины. Не пойдешь, не купишь, все будет поставлено на контроль. В Америке сейчас идет так. Садишь помидоры. Ты должен прийти и сказать, сколько кустов. 45 кустов. Все, ни одного места, чтобы больше не садила. Ни один счет, чтобы тебе больше не мог взять. Кого держишь? Сколько тебе? Дышили три коров. Четыре уже держать не будешь. Это там уже в полотную подошли. Детей отнимают, гуминальная юстиция. Два миллиона шеста тысяч детей в обранце отняли уже. Это новое поколение манкуртов готовят. А почему нет? Меня спрашивают, ну а как гуминальная юстиция? Детями не занимаются, будут заниматься антихристы. Надо воспитывать. А почему они не занимают детей у мусульман? Ни одного ребенка не взяли. У цыган не взяли, и вы грех не взяли. Вот три. Самые сильные и крепкие православные. Понял. Православные крепкие и сильные, и там сильно... Там сильные, там у протестантов снимают, детей отнимают. Нет. Мать другое. Мусульман нельзя трогать. Разнесут все в пух и прах. Нарисовали какие-то карикатуры там на Мухаммада. Все посольства, все громят, товары закрыты, и нигде не пройдешь. А у нас нужды нету. Показывают по гамме фильм про Христа, Скорсензе, «Скушение Христа». И никакой нужды нет. Хотя помолитесь, чтобы Бог закрыл им глаза. А у них так. Написали сатанинские стихи эти, где редакцию сожгли, редактора убили, все кончилось. И больше их людей не печатали. Даже Советский Союз, такая держава, не напечатали ни разу. Самое наружное, они под особой охраной где-то держат, а они по-своему. Я не хвалю, нет. Мы православные, мы убивать не можем, но мы можем плакать. Мне говорят, когда, ну а можно ли с мусульманами мир? Когда мы будем знать Библию, они Корану. Я по Библии должен терять, а он по Корану должен меня убить. 5-20 по Корану. Все, мир наступил. Я в Сарстве Небесном, он остался на земле. Больше ничего не надо. Ну а если их можно как-то сделать так, чтобы они покорились, приняли веру, нельзя. Можно убеждать только, когда нет Сысоева. Вот он знал. Простите, пожалуйста, вот я читала книгу Даниила Сысоева, которая называется «Гражданин Неба». И там у него такое написано, что человеку должно быть все равно, где он живет. В Америке в однокомнатной квартире или в России в однокомнатной квартире. Как это сообразуется с властью царя, самодержавием, поданным и так далее? Понял вопрос. В первую очередь, ни о каком самодержавии нигде в Писании мы не считаем. Мы знаем только то, что в Священном Писании, 1-е послание Коринфянам, 10-я глава, 6-11 стих, запишите себе. 1-я Коринфянам. Записывайте. 10-я глава, 6-11 стих. Перед этим Павел 6-11, два стиха. Он перечисляет события Ветхого Завета. События такие страшные. Когда роптал народ и 23 тысячи юношей, Бог убил сразу. И говорит, это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое. Это написано для достигших последних времен. Так вот, в Священном Писании написано, народ стал просить царя. И Бог дал. Это сделался диктатор. Он город, священничный, стер с лица земли. Саул, это тесть царя Давида. Он гонялся за псалмопевцем. Какое счастье, что он не догнал его, наших псалмов этих не было. Мы бы, я знаю, не научились плакать. И поэтому ни о каком самодержавии Библия не говорит. Нужно, Бог поставит. А что Даниил Сысоев сказал? Да и Аминь. Разницы никакой нет. Никакой. В одна комната я или бомжом завтра пойду. Главное, чтобы я не роптал и продолжал работать. Ну, представьте ситуацию. Ну, ведь хорошо, когда у батюшки в свой доме. Он живет. Я сейчас скажу батюшку. Кого холи батюшка? Батюшку мы сегодня с собой забираем. Он согласен. Вы отдаете его нам, нет? Нет. Нет. А представьте, епископ. Оставьте, оставьте. Епископа все любят. И к нему подходит одна женщина и говорит, Владыка, у меня сын, это ведь в этой компании, это щеченская, взяли в плен. И требует денег. Он говорит, а сколько требует? Ну, она сказала, сколько? 30 тысяч ела. Я, к примеру, цифры называю, те перевожу. Он подумал, где же помочь-то охота? И он тогда вышел, где рабов продают, встал и стоит. Ну, его считают зарабатывать, подходит. А кто тебя продает? Никто, я сам себя продаю. А сколько просишь? 30 тысяч. Да ты же старый, ты же ничего не можешь делать. Я могу многое делать. А что ты можешь делать? Я могу виноград выращивать. Я садовник. А этот подошел, говорит, а мне как раз садовник нужен. На 30 тысяч. Он передал вдове, иди, выкупай сына. А сам пошел в рабство. Я на батюшку и сказал, мы его забираем. Смысл какой. И вот теперь там он работает, а тут все приглядывается к нему. Наконец заговорил, я вижу, ты непростой. Ты кто? Он согласился, стал ответить. Я епископ христианский. И дальше что было? Обращается весь тот дом. Ну, вот и все. Надо с тобой пожертвовать. Надо многое отдать. Вот в России 17 тысяч сел исчезло за 15 лет полностью. Стертых, их нету там, пустых. Мы получили участок земли, получили статус. Первый делал храм, государственная школа, и вот один теперь на православных основах. Поселиться может кто-то, как он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. А теперь с ними работают. В воскресенье все на одном храме. Пост никто не отрушает. И теперь, когда я в краевой администрации стал говорить, они говорят, только у нас тут ни одного нету поселиться. Мы все лжем в статистике, отчеты даем. А теперь курят, мужики все матерятся. Тут ни одного нету для вас. Я говорю, ну вот так и трудно дается. Мы можем дать пригласительные. Вот это что, ищем соратников, кто желает. Вот милости просим. Мы надо самому построиться, самому завести хозяйство. Но как? Как шел Ермак, Хабаров, им никто там не готовил ничего. Еще надо было остройки строить, отбиваться. А сейчас не надо, у нас электричество уже подведено. Даже интернет есть. Все верующие. Вот спрашивали, как можно этого добиться? Трудно. Очень трудно. Потому что Арсений Великий говорит, на небе тысячи аргивов и одна воля. На земле тысячи человек и тысяча воли. Вот так вот все это. И надо починить к одному. Это Арсений Великий говорит. А чтобы так были все к одному, надо постоянно вести занятия. Вот мы начали строить деревню. У нас каждое воскресенье служба, литургия, а потом занятия. Я проводил занятия. И вот в моих клирах 123 занятия сохранились. Они по-тематически. О воде, о земле, о инструменте, о скотине, об огне. То есть я что вижу, и что об этом говорит Писание, Библия. То есть мы должны мыслить библейскими категориями. Вот я начальник детского лагеря. Мы идем с детьми. Я говорю, дети, это что перед нами? Дорога. Что в Библии написано о дороге? И сразу начинают. А дорога Якутия одно и то же или нет? У нас одно. У китайца празднует. Почему Касаткин когда переводил, он говорит, там 12 выражений дороги. Какое перевести на японский язык, когда он переводил? У нас дорога. У них бывает тропинка. Бывает тропа, по которой ходят рабы, по которой взрослые. И дорога отдельно для царя. Туда никто не может шагать. Это все надо найти нужное. А у русских просто путь. Я истинная жизнь. И они остановились. Как правильно перевести? Мы должны быть благодарны за наш перевод синодальный. Я говорю с русскими. Вот другие, другие переводы. Русский синодальный перевод, он может соперничать с самыми современными переводами. Вот сейчас новые переводы, делает Аверинцев. Поверьте, пока мне на слово просто. Я 50 лет изучаю Библию. 50 лет. Если я в храме слышал по-славянски, 3 слова рядом, я мог сразу сказать, какая книга, какая глава, какой стих. Бог дал мне такую память. И скажу, что лучший синодальный перевод анеченый. Тот, который в патриархии выпускает, он при небесное звучание имеет. И поэтому разные переводы какие-то. Будьте осторожны. Если не написано синодальный, принесите батюшку, покажите. Вот так. А как вы относитесь к книгам Татьяны Грачевой? Повторите еще раз. Как вы относитесь к книгам Татьяны Грачевой? Никак. Я ее вообще не знаю. Никак. Не считал, ни в руках не держал. Даже не знаю, о чем речь. Хазария, Хазария, вы уже слышите? Я знаю, это Анастасия, которая там... Не-не-не-не. Хазария, Хазария. О чем? Хазария. Ну, столько про это написано. Там и Твердохлебов, и кого только нет. Скажите, пожалуйста. Как выдумка возвращения к язычеству. Почему? Если это Хазария, о чем вы говорите, то самое. Да. Это возвращение до Владимировой эпохи. У них ни одной книги, ни одной книги нету подтверждающей источника. Осипа пропестра говорит. Это все выдумка. Они его написали, на них ссылаются. До 82-го года я, например, не слышала, вот знаете, садомии и все, когда мне давали идти на исповедь, да, салитали. А почему-то за какое такое, что сейчас даже у нас, в Киеве, вот такая гадость выходит на парад и все. Как с этим было бы зашелся? По Доме Гомора. А, вот недавно, значит, так, это гей-парады называют, да? Да. Вот в Грузии, ну, я просто произнес, простите, пожалуйста, безумие. В Грузии показали, как надо бороться. Весь эфир напомним. Вышли священники за руки друг друга, первый отцепь священники. Дальше идут эти. А их посадили, человек там, может, 50 вышло в автобусе, колотят, и они едва-едва их увезли оттуда. Все закончено, больше не будет. В Москве-то уже вышли, там казаки все вышли, вытаскивают по одному. Я не призываю к этому, но так было. А ты что бы делал? Я бы стоял и плакал, и лег на пути, или что-то еще. Как? Они хотят подвести всех под пожар огненный, садомиты. Потому что заменили естественное употребление женского пола противоестественного. Кримин, Павел говорит. Безумие. Но кто-то к этому подталкивает, массовый. Комитет 300. У них задача истребить славянское население полностью. Маргарет Эщери сказала, в России, 15 миллионов, чтобы обслуживать дорогу и финируешь. Я говорю, а твоя ошибность, тут 150, а 15. У нас церковь тоже случайно получает вот эти деньги. Мать, только молиться, ничего нельзя. Это признаки последнего времени. Но в этом не участвуют ни мусульмане. Мусульмане всех убивают сразу. Они с всеми гомосексуалистами покончат в один день. Так что, кто как может, так и борются. Мы боремся только молитвой. У меня знакомый священник, который в Грузии, у патриарха Ильи. Ну и мы с ним разговаривали. Он сам в этом ходил, и даже интервью такое дает. Он там стоит, на уборщику. Еврея, который обратился. Батюшки в первых рядах. Значит, по любому вопросу, нужно обратить туда епископа. А он здесь... Потому что они тоже получали разрешение, эти безумцы. Другого названия нет. Ну а эти вышли, все. Там народ окружился, священники бегут. Двоих, кажется, осудили. Один бежал с табуреткой, там где-то по окнам бил. У них там был Мамо Васил, это отец Василий. Ну, тот действовал не так, его осудили. Как выставили контейнера, эгоисты. Они перехватили контейнеры с литературы и сожгли все. И какая-то газета напечатала что-то против. А они пришли сварочным аппаратом и запаяли эту все, заварили эту редакцию. Это они выйти не могли. И они, главное, выходят, которые редакторы там... Они прям вытаскивают и бьют. Но его посадили, кажется, два года дали. А Мамо Васил, отец Василий. Ну, мы не можем, детка, заветнее. Господи, разреши, мы сожгем этот воздух, как или я. А Господь говорит, не знаете, какого духа. Мы знаем, какого. Дух кротости и смирения. Господь говорит, научитесь от меня. Матфея 11.28. Ибо я кротость и смирен сердцем. А можно остановить? Игнатий Бринчининов говорит, немощной рукой не пытайся, тебя просто сметет. Игнатий Бринчининов очень хорошо это понимал. Но говорить мы должны. Я в интернете выставляю материалы. И отдельно я просто ролики создал. Вот если... У меня фамилия Игнатий Лапкин. Если у кого интернет есть, запишите YouTube канал Игнатия Лапкина. Там 971 ролик у нас. Русскими YouTube. Это канал там по папкам разбитый. Ну, Господь так позволит. Там наши занятия, как мы ведем уроки, как с детьми в университете. Я веду занятия. Все роликами сняты. И сняты фильмы. А у нас фильм один, ну, мое прозвище, Златоустов с Потеряевки. Он занял первое место в России. Потеряевки. По деревне Потеряевка. Он занял первое место в России фильм. Златоустов с Потеряевки. Среди документальных фильмов по православию. А второй фильм, притчусь, я занял первое место в Международном кинокодусе. Там как будто ничего и нет. Но мы показали, что можно бороться и можно побеждать. А патриарх Кирилл сказал, что церковь духовная развалена. Да, патриарх Кирилл. А вот как вы объясните это? Он говорит так. Состояние церкви, церковь духовная развалена. А почему? А? Потому что так есть. А расскажите, пожалуйста. Ну, я расскажу. Храмы построили большие, а храмы пустые. Это что такое? В первую очередь храмы. Храмы, храмы, храмы. А пророк Иеремия говорит, не говорите храм Господний, храм Господний, храм Господний. Все будет разрушено. Вы храм Бога живут. И когда строили храм Христа Спасителя, мне в университетах задали вопрос. Надо ли? Не надо. Вот сейчас там слышали, да, прессудни там, прессали там, ну, пусть ранен. Мы были перед храмом, как раз, храм Христа Спасителя. Мы пришли, рано утром, когда никого не было, со всех четырех сторон помолились. С одной стороны закрыто, не пустили, но мы вызвали охранника, он открыл, мы зашли. Мы помолились, совершили молитву, колено преклонения, с возъяним рук помолились. Господи, сохрани президента, сохрани страну, патриарха обрати. Они делают совершенно не то, что надо делать. Я им говорю там, открыто. Их трогать нельзя было. За них, посмотрите, какие митинги. Сейчас у них какое лозунг. Пили кресты, спасай Россию. И они полураздеты, в одних там трусиках, пилами пилят кресты, эти поклоны везде валят. Ну, в интернете показывают. А что надо было делать? Да меня никто не спрашивает. А я бы им ответил. Что? Храм осквернен. Первого счета. Откуда знаете? Написано в Деяниях Апостола. Павел занял трофей, мы увидели. И храм осквернен, его закрыли сразу. И что доказывают-то? Ты считай Евангелие. Считай. Храм осквернен, закрыт на три месяца. Почему? Считай Левит, говорит, со осквернения на три месяца. И вот три месяца храм Христа Спасителя на огромный такой замок купить. И три месяца возле храма, все площади были бы заняты. И патриархи, и пескопы молились и плакали. Слез было бы, как в москверике. Весь народ вся страна была засуна. Почему? Сверхство народа обращается к страдающим. Историю просто считайте. Авабама, Никона. Этого не было сделано. И судят. А теперь митинги идут, все за них. Там Александр Невзоров. Их тысячи Невзорову будет. Их нельзя было прикасаться. Кого-то трогать, когда они развалены в гнилье. А они теперь шикуют. Их защищают, их поддерживают за убежь. А тут на этом у них оружия никакого нет. Мы закрыли, это храм наш. Теперь мы только молимся, нас не тронешь. Мы плачем о состоянии народа. И вместе со всеми уходит патриарх. Любая погода, любой дождь. Это все бы снималось, по всему миру показалось. Какие православные христиане кроткие. Они врагам простили. И плакать о своих грехах. Это наши дочери родились такие. Мы их не мужчины. Ну она мне не родня, но это мы, один из наших. Все, в храм приходят и в брюках. Вот смотрите, как народ на себя ведет. И это единственный правильный выход. Но меня никто не спрашивает. Вот меня спрашивают, ну ладно, вас избрали патриарх. Что бы вы делали? Первым делом я бы, я патриарх сейчас. Пять минут буду патриарх. Со мной не спорят. Я бы прекратил все строительства храма. Все заморозить. От государства ни рубля не брать. Все деньги бросить на издание новых заветов, на бесплатную раздачу. Выкупать эфирное время. Ну что делают сектанты? И начинают проповедовать. Ну сейчас радовались. В течение первых двух дней я патриарх. Я открыл бы тысячу училищ. Мне говорят, так нет учителей. У меня есть учителя. А где бы их взяли? Академия спрашивает. Знают я, а вы не знаете. Каких учителей? Я бы поставил учителей, которые любят Библию и любят Бога. А именно? А где? Баптисты. Я бы всех подвозь здесь. Они дали бы. А я уже договорился. Что нигде православную догматику Божьей Матери иконы трогать и не будут. Научить только православных любить Бога и любить Библию. Все. А дальше, на сколько, на полгода на учение. Дальше наши учителя, священники пойдут учить. Они любят Библию, они страдали за это. Ну как? Пшеницы не было канадской пшеницы, и они не умерли. Все, Дарья. Что боитесь? Я хочу вас спросить, друзья. Стефана Красовецкого вы должны знать. Не знаю. Кто такой? А батюшку не знаете? Нет, не знаю. Потому что это далековато, может быть. Я скажу, что я не кончал ни одного класса семинария, ни академии. У меня никакого образования нет. Я самостоятельно 50 лет учился. А как вы относитесь к экуменизму? Сейчас как тенденция идет. А вот, допустим, вы говорите, учителей бы поставили таких всяких. Вопрос понятный. Значит, экуменизм на бытовом уровне у нас каждый день в семьях. С кем мы сообщаемся? Как живем? Как одеты? Вот у нас в рамках вот так вот, если до кисти и руки не закрыты, у нас не войдет никто. За стол у меня в лагере ни один ребенок не сядет. Вот, иногда будет вот так вот. Я сегодня говорю, вы на меня не бежать, если осудите на пальцах. Вот так, чтобы закрыто было. Пришись. Посмотрите. Все. Довольно. Я вам провожу. Вот так закрыто дожил. Вот так. Мне надо еще. Я обязательно найду пример показать. Вот, стой. Чтобы ни одна волосинка не была видна в храме. Пришли в храме ни одного слова, шепотом не было. Люди пришли к Богу. И вы когда идете к священнику, он может быть необразованным. Вы заранее молились, он ответит лучше образованного. А священник в другую сторону раскурашивается. Он начинает. Да не к тебе пришли. Пришли к Богу. Ты сосуд Божий. Ты отвечаешь, что написано в Писании. Вот тогда мы будем едины во Христе. Ни одна из секта, никто перед нами не устоит. Я свидетель, я 50 лет тружусь. С дектантами. С разных направлений. И когда им показываешь. Вот я здесь одна же проповел, 450 баптистов. Присвитер стал, говорит, мы сегодня готовы перейти все православие. Но они мне поставили условие одно, которое я не мог выполнить. И никто не перешел. В этом месте не перешел. Почему они говорят, покажите на практике, где такая община, на которой вы говорите. Понимаете? Был такой спиридон. Российский миссионер. Сейчас. Бурят. Бурятами трудился. И вот он там главный. Вот как раз. Видите, как раз. Ну вот, я скажу, если кто не считал, напомню. Вот как раз он об этом говорил. Среди ламп, когда проповедовал, а они очень грамотные, выслушали. Один говорит, вы говорили все правильно и хорошо. Вот если бы люди жили, как мы проповедуем, то можно было спать спокойно. Никто ничего не стал. Но если бы жили, как вы проповедуете, никто спать не стал бы. День и ночь Бога благодарили. Но скажите, вот вас не было, русских не было, железной дороги не было. Мы радовались, свет проводят, а прочее. Но наши жены стали болеть непонятными болезнями. Носы проваливаются. Дети нас не слушаются. Что вы сделали с нами? У вас рот в крови. А вы нас учите. Я, говорит, вышел, не мог на коня залезть. А сухари у него висят. Я взял коня за повод. До леса дошел, упал и до вечера пролежал, проплакал. Написано? Господи Божий, как мы ответим за этих язычников? Что мы сделали? Павел говорит, не буду есть мясо, вина, чтобы не соблазнить кого. Мы миллионы соблазнили. И Анзо-Авус говорит, о, пастырь, если одна овца погибнет по твоей небрежности, пастырь, тебе всей жизни не хватит рассчитаться. А их гибнет миллионы. Ты понимаешь или нет, что это такое? Простые слова, заметьте. И Анзо-Авус говорит, больше сейчас погибают. А Серафим Саровский три дня и три ночи, не просто, Господи, слава тебе, а молится, помилуй русских архиереев, священников, Господи, пощади их. Ему открылась картина гибели, расстрелы, путава. Гулаг. И через три дня Бог заговорил. И Бог сказал, как я не знаю. Но написана прямая речь. Господь сказал, не пощажу и не помилую. Со временем Пушкина еще не такие попы были. Почему? Вымыслами человеческими заменили инстину Божию. А где написана книга? Запишите себе. Настольная книга священнослужителя. По благословению патриарха Пимена. Том 3. Страница 601. Я дословно привожу. Что, Серафим ничего не понимал? Или мы много знаем? Ему Бог это открыл. И когда это прочитаешь, получается, не один священник, как будто бы в рай не войдет. Нам только плакать надо. И батюшка, учи нас, учи. Батюшка, иначе горе нам. Посмотри на иконах, когда в лаву мы заходим, где-то там, в дальние пещеры. Дьявол тащит в ад. Первые с митрами епископы. В ад огонь. И сатана, ну, иконы поширят. Дальше священник, а потом мы грешно летим в ад. Почему? Ненаучены. И поэтому батюшка нуждается в особой помощи, молитвенной, ежедневной. Чтобы руки его не ослабели за народ молиться. Чтобы он учил непрестанно. Чтобы никакое лживое слово не вошло к нему в уста, в уши, в сердце. Пророк Костя говорит, народ мой погибает за недостаток ведения. И так как ты не учил, Господь говорит, я отвергну тебя от священодействия. Потому что ты не учил. Я не свои слова говорю. Я передаю пророка Исаиесу. Осень. Примешь или не примешь. Поэтому высокое звание твое должно быть оправданно в жизни твоей. У моей жены два деда, или три деда, расстреляны были. Одного отпустили домой умирать. И когда последнего руку полагали, он знал в советское время, он знал, что его руку полагает на смерть. Его обязательно не стоит. Он знал, куда он идет. Его рука полагает, у него слезы вошел. Он понимал, что расстается с семьей, расстается с жизнью. Ну, прошло полгода, его обнаружили, подпорно было. Звук, говорится, мясорубка гулага потянула его. Сегодня другое время. Жалобы на священников очень большие. Вот есть и такой Жданов, Владимир Горькович, президент антиалкогольной компании. И он, я с ним встречался, он выступает и говорит, патриархия, патриарх. Специально его вызвали проводить особые беседы со спившимися священниками. Это ни два, ни три. У нас каждый пятый священник и партия запрещен. Я уж не говорю о том, о чем говорить даже нельзя. А что делают? Молиться и любиться. В невыносимой обстановке никогда не отчаиваться. Нил Синаский, он такой святой, он говорит, согрешить, это дело человеческое. А отчаиваться, это дело сатанинское. Я за то, насколько я спал, столько вставаю. Я не побуждаю тебя к падению, а побуждаю к тому, чтобы не отчаиваться. И поэтому между нами, чтобы где-то не было, проси, ради Христа, я согрешил. Не бойтесь сознаться. Пойдем вместе, представим, предыдущие Господа, помолимся. Не в храме, никто не имеет кусты, зайди где-то. Мы молимся, где нас мощь застанет. Небо под нами, купол какой огромный. Возможно, если у вас спросить, скажите, пожалуйста, как этот вопрос понимает? Ой, мам, при, при белых и пшеницах, пусть растут до жатвы. Я, конечно, и так, ты... А о коммунизме еще немного сказать. Я еще скажу вам сейчас, это не понравится, я знаю. Не понравится. Вот священное писание, говорят, что в священное писание, что в него входит? Первая книга бытия и последнее откровение, апокалипсис. Начинается там, в начале Бог сотворил первую букву В, а последнее мягкий знак, аминь. Вот это священное писание, 77 книг, не 66, как баптисты говорят, не 11, не канонические. Вот 77 книг, это определенное священное писание. А в священных преданиях никто не знает границы. Когда разговариваешь в священнике, я говорю, скажите, ты церковь признаешь? Ну так, я в церкви. А где границы церкви? А где границы? Православные. А и все? Ты больше ничего не видишь? Церковь там, где есть священство от апостольских времен. А она есть. Пяти местах. Православие. Это и старообрядцы, и древнеправославные, белокринетские иерархии, которые в московском патриархии предают. Зарубежная церковь, это все православие. Это второе католики. Старо-ново-католики. Они у нас от Андрея, а они от Петра. Дальше, Григория на армяне. Идут там, от Фламея считаются. Они в 4 веке, а мы в 9 обратились. Комты и сирийцы. Все. Вот это где? Там много ереси, может, заблуждений. Нам нельзя с ними молиться. Нельзя есть, потому что это та граница, в которую входит все. Так а с ними нельзя молиться? Ну и не молись. Прислушать все, что церковь говорит. Но это именно то, что входит в пределы церкви. От и до. Точная грань проходит. А адвентисты, это все за гранью церкви. Но у них же уже нет апостольской преемственности? Нет. Как они могут быть? Вот эти 5, которые у них всех апостольской преемственности, у всех сохраняются. Есть, да? Это нельзя оттогоркать. Иначе мы должны просто... Знаете, перед революцией православная церковь уже готова была полностью объединиться с англиканской церковью. Уже подошли вплотную, но революция помешала. Они доказали, что у них рукоположение есть. Один директор Кэстонского института, который приезжал к нам цени домой. А таинство? У них же таинство. У них же уже нету семи таинств. У кого? Ну, у тех, которые вы назвали. Я даже не повторю всех. У них есть как раз таинство. Да, у них есть. Семь тоже, да? Ну семь, там пять. Это уже тут... Главное, что есть. Теперь, главное таинство, которое на первом месте, это рукоположение. И два, это крещение и пресчищение. Это сохранили все. Ну, мне не веришь, поверьте, патриарху, который приезжает, и он начинает обвинять. Вот патриарх был с папой, там где-то... Ты в гористове уже не знаешь. Я знаю, я знаю обвинения против патриарха все. Никогда не поддерживал. Не потому, что я так вот, патриот такой, а это несправедливо. У патриарха собака, мы едем тоже с собакой. И вот патриарх гуляет, а потом каждый день там километр проходит. Да какой же это патриарх? С собакой ходит. А я увидел, знаешь, живой человек. Он интересный. Понимаете, он каждый день плавает. Понимаете, он живой человек. И не надо придираться, не надо... Ну, в чем-то другом там ты, может быть... Здесь никакой вины его нету. Не надо придумывать. А он молился с Галиганом Армянами, поэтому мы его запрещаем. Там диамет был патриарха, проклинаем. Позвольте, а кто это позволит? Мы его никак не судим. Ну, вы знаете, это был весь сенот там проклятый. Ну, диамет, епископ Чукотский. Ну, да, только что его отстранили. Это не годится. Я молюсь за диамета. Я против не имею. Дальше уже пошли мобильные телефоны, нельзя. Знаете границу. Остановитесь. Каноны не нарушены. Первое. А второе, придумываешь ты себе на душу. Вы знаете книга Тавита. Когда он пошел, и с ними пошел ангел Рафаэл, и с ними побежала собака. А то собака где есть, там ангел не может присутствовать. Что вы придумываете? А то у патриарха Алексея собачек собака. А? Патриарха Алексея тоже, по-моему. Да, у него козы там он кормит где-то. Наоборот, надо радоваться, что они такие живые, понятные, близкие, как мы. Вы же нашего патриарха, конечно. Вот это что нельзя собачку в доме. Но если уже есть, то нельзя. Вы понимаете, я ничего не касаюсь, я берусь только вопрос вот этого отношения. Там стоит, там курочек кормит и прочее. Это как-то нас сближает. Потому патриарх Кирилл говорит, когда вы ходите из храма, да не спешите уходить. Ну батюшка к себе домой, матушка там уже пироги приготовила. А вы подойдите и скажите, батюшка, мы хотели бы с вами щеку попить. Это патриарх Кирилл говорит. Как-то сообщение. Вот у нас всегда после службы, у нас трапезы, мы все вместе. Ну просто мы так привыкли. Приехали епископы, мы все за одним столом сидим. Я в советское время приезжал в Москву, тайно, ночью, в советское время, три епископа пришли навстречу. А у вас какой епископ там? А? Какой епископ? Как он называется? Алтайский, который был в день, когда мы выехали, в этот день епископа заменили. Был Дмитриев Максим, а сейчас поставили митрополита Сергия. Епархию на три части поделили. И вот спрашивает, патриарх Кирилл, где лет епархия, правильно или неправильно? Ко мне вопросы идут с монастырей, там правильно. Повторяю, я не за патриарха, а за его действия. Он правильно поступил. Большая, огромная, необъятная епархия, она недоступна ему. Раньше было в апостолеске, в каждом городе свой епископ. Первомайский свой епископ. Все, ну тогда, счастье с вами бывает. Патриарх Кирилл. А он сейчас так любит. Так, сейчас, конечно. Так, так что сказать? Так, да. У нас просто приезжает епископ, это такое событие, которое надо пережить. У нас с нами епископ, я пошел пасти овечек, там. И сама епископ, мы на сене там валяемся, разговариваем весь день. Просто открыто и близко. У нас спрашивали, у нас Евтихий был, Курочкин. А вы знаете такой епископ, который, когда объезжает епархию, поборы не берет всегда? Есть такой? У нас, я говорю, наш епископ был. Никогда, нигде, у него даже носков не было. Он был домодедовский, векарно-патриарх Кирилл. Как патриарх Павел, да? Сердце. Патриарх Сердце. Ну так, а мы покосли, чтобы просто... Малозелый и пшеница. Блин, я вот... Так, подождите. Апшеница. Ну там говорится, что нечестивые это плевелы, грешники, еретики. Ну все, кто не верит в Бога. Тех, которые на небо не попадут. А праведники пшеница. Ну тут вот какая тайна. Жатвы. Баптисты, адвентисты, яговисты, они верят так называемой хилиазу. Что будет на земле тысячелетнее царство. Вот на земле праведники воскреснут. А потом там будет Армагеддон. А потом там воскресенье. Это ложь. Тут написано, отставьте, расти до жатвы. А они как праведников восхищают. Хотя по примеру написано, прежде свяжите плевелы. Даже наоборот. Тысячу лет они на земле, я говорю, написано. И воскреснут в последний день. В году 365 дней. А они на тысячу лет раньше воскресили. Ошибка в 365 тысяч дней. Тысячелетнее царство наступило на Голгофе. Время евангельской проповеди. Вот оно где наступило. А скажут, откуда знаешь? Ну, когда связанных сатана на тысячу лет. Где? Евреям 2.14. Запишите себе. Евреям, это главное. И как дети, вот мы, причастливы к плоти и крови, то и он, Иисус, воспринял умные, таковы же, дабы смертью своей, лишить силы, имеющие силы смерти, то есть дьявола. Смертью и смерть по праву. Евреям 2.14. И Матфея 12.29. Как может войти сильный, если расхитить сосуды, если прежде не связан, значит он связан. А как же он нападает? Ну, как собака на цепи и подходи близко. 16.20, это кремлинам 16.20. И сокрушить сатану под ноги в вашей споре. С сатаной не просто бороться надо, его надо сжимать и побеждать. Вот такой был Семен Столпник, Андрей Юродивый. Ну, им было показано бороться с сатаной. А он такой гигант, он говорит, ты не бойся, ты вот так вот возьми и руки крест-накрест. Он его как взял, он взялся беседу, поднял его, ударил, и нет его накреста, крестом животворящим, поражаешься. Я как-то беседовал с диктантами, но они против. Бог не требует служения рук человечестве. Крестить себе нельзя. А где? Деяльник 17.24. Нельзя. Я говорю, ты уверен, что нам будет крест раздануть? Ну, конечно, написано. Я говорю, давайте рассуждать. Апостол Павел, нормальный был человек? Нормальный. Где он проповел? В Афинах. В Афинах христиане были, не было. Как он мог запрещать то, чего не было? Какая может быть печать, когда Тихий садил? Да и правда. Ну, как выставлять светофоры на острове, где нет ни одной машины? Я извиняюсь. Вот, закресли. Значит, так мы сейчас живем. И, значит, против окресного сзамени ни одного места, ни пример. Я обращаюсь к ним. Скажите, вы вас не видели Сатану? Да, нападал. А как вы от него отбивались? А я взял, перекрестил. Так ты возле это крестишься, ты перекрестился сейчас. Мы остановились у одних, а он встал. Ему 86 лет, отец священника. Он идет, и в это время выбегает громадная собака. И он решил ее перекрестить. А она его как, отонула за руку, вот эта рука до сих пор оказалась у него в пасте. И здесь он зубы, а я, говорит, вот так как держал, и вот так вот, говорит, в пасте там, в пасте у него, не растаялся, вот так креста сзамени. Он как заорал, как будто его палкой ударили. А вырвал руку и бежать. Ну, маленько там зубы остались, и все. Даже в пасте льва, и даже крестное знамя еще чуть-чуть, какую силу имеет. И мы все это записали. Он живой сидит, рассказывает. Поэтому, ну, надо Богу доверять. Не так, что я перекрестил и не думал. Христос умер на кресте. Это кровь пролиза за меня. У православных неправильное понятие о жертвах. Когда говоришь, окрали кровь Христову, это в чашу у Батюши. Это не на первом месте. Первое, это Голгофа. Это Голгофа, это крест. Вот руки распростерты Христа. Образно сказать, это вот столбцы, этот огне Божий у нас проливается. Руки Христа приняли на себя удар. А я под крестом стою и спрятался. Он кровью нас умывает. И почему? А она душа, спасенная, дороже целого мира, полного золота. Чтобы сотворить мир золота, Бог сказал, да будет. И полетели миллиарды святил. А чтобы спасать одного человека, его нужно было от того, что Святого Преснадева Мария, во Человечестве, принять грехи мира и пойти умереть. Мы какую ценность представляем? Мы, вот у меня дети в лагере, когда я каждому ребенку стараюсь решить, какая ценность у него перед Богом. Ты еще не родился. А уже люди огня придумали. Шторки, полы. Тебя ждали, когда ты родишься. Ты такой нужный. Ты такой драгоценный. Ребенок совсем по-другому на себя смотрит. А меня не любят родители там долго. Ну, родители бывают пьяницы где-то. Затроньте самое сокровенное у ребенка. У меня девочку привезли одну. Она, сколько я там, лет 9 была. Она сама дует корову. Трехлитровую банку молока. Выходит на трассу Барнового Сибирска. И продает, чтобы купить хлеба. А мать запилась. Ну, ее в лагерь привезли, а у нее вши. Ну, мы отделяли, сразу обработали, лекарства. Но мальчик один ее увидел и на завтра играли. Ира, ему не понравилось. Ты вшивая. А для ребенка, для девочки сказать вшивой, ты каково? Она заплакала и подошла. Сережа меня вшивой назвал. У нас это тревога. Мы ударили в колокол, весь лагерь собрался. Ира, ой, кто назвал ее вшивой? Я назвал. Иди ищи вшивой. Если не найдешь, я тебе накажу. У меня наказание существует. Искал, искал, нету. Так она вшивой или нет? Нет, не вшивая. Вот с сегодняшнего дня все время будешь играть с ней и защищать ее. Видите? И он до конца лет. Ты же видишь, ей 9 лет. Да она через 5 лет будет такая. Ее видно уже сейчас. Ты вокруг нее винтом будешь ходить-то. Ты посмотри. Она писанная красавица растет. Как они зашевелились все. К ребенку нужна дорожка, чтобы ко Христу привезти. Да и к любому человеку. Я за кресло из доменей хочу сказать, что за кресло из доменей, как мы с батюшкой ехали втроем на автобусе, перехрестились. И перевернулся, да, Баб? Да, было. Правое колесо переднее лобкало и повесь на дерево чудо было такое. Вот бачишь. Мы в горах в горе колесо, ударило штырь, пробило. Мы несколько раз в этой ситуации были. Бог спас. Мы втроем перекрестились и все. Какие чудеса Бог являет. А можно же Иерусалим посещать? Паломничать? Мне несколько раз устраивали эту поездку. Да, даром. Даром там люди, которые знают. Я ни разу не поехал и не поеду. Мне там делать нечего. Христос всегда со мной. Мне не за чем туда ехать. Те места, в которых столько воспоминаний написано, я их все пересчитал. Сейчас фильмы показывают, когда идут и объясняют. Вот здесь вот канал. Тут воины Давида проникли в Иерусалим. Я как там побывал. Мне не за чем туда ехать. Терять время, на вокзалах томиться. Выезжайте, если вам нравится. Я не поеду. Вот у меня паломническая поездка по Европе. Мы оставляем такой след за нами. Это не грех. Это не грех. А она приходит, помещится, к Яфану Затворцеву. Благословил Владыка. Я хотела там съездить. Митрофаню. Он говорит, сиди на месте. Ты уже ездила несколько раз. Ты все проездила. Вот и все. Тебе этого достаточно, сколько ты была. И она ничего не даст тебе. Я извиняюсь, что много вопросов. Господи, пожалуйста. Нужно не нам каяться. Вот мой дед один, второй был на войне. Вот перед царской революцией. За убийство царя. Понял. У святых принято было так. У святых принято было так. Просить прощения за умерших. Принято. Я повторяю. Феодосий младший, когда переносили мощи Яна Затауста, он письмо написал за бабку свою Евдоксию, которая гнала Давида. Это же было приниканье, когда Алексей Михайлович написал, прости Господи, меня, Филиппа Мощи, Колычева, за неуемную лютость деда моего Иоанна Грозного. Они просили. Поэтому сами смотрите, как. Да я вам называю большие такие даты, где люди просили. Это как-то налагается на нас. Вот смотрите. Вот Папа Римский попросил прощения за то, что гнали евреев. Попросил. Теперь другое. Зарубежная церковь попросила прощения у старообрядцев за то, что гнали. Не за это ли нас постигла в революции эта беда? Мы не гнали. Мы, говорит, не участвовали. Но наши отцы гнали вас. Они вас преследовали. Там самосожжение у них было. Это хорошо, когда мы это осознаем. И все епископы подписались. Это освобождает душу. И мы по-другому смотрим. И, может быть, наши отошедшие прародители виновны в этом будут только радоваться. Я не могу утверждать это, но так принято. А я православный, мне это близко к сердцу. Попросить прощения за все. У вас за капиталь. Как вы относитесь к конкурсу Вячеславу, к решению? Кому? Утрок Вячеслава. Никак. Я отношусь абсолютно одинаково, как к патриархии относятся. Никак. Никак. Его не признают они. И он говорил пророчество о Китае, о войне. Я в курсе делал, что в нем пишут. Ничего. Это искусственное нагнетание. И продвигает. Каждому уже свой святой киотик. У нас хватает святых. Святой он на небе. Зачем не относиться? Я не отношусь к нему никак. Ни за, ни против. Я его не знаю, не встречался, но считал все о нем. Я ничего не нашел там того, чего нет у Игнатия Брещанинова или у Сергея Саровского. Я не нашел. Потому что дело такое еще. В мой адрес обвинения. Священники взяли литературу. Игнатия Брещанинова, шеститомник. Там еще что-то. Ну, много. И дали в библиотеку. Год простояло, и ни один человек не открыл. И библиотека вернула епископу. Я привожу туда книги, они приняли, а книги считают. Епископ говорит, ну, разве это правильно? Игнатия Брещанинова вернули, Феофана вернули. А Игнатия Лапкина считают. Я говорю, да, в моих книгах и Игнатия Брещанинова, и Феофан затворили. Но я все беру на сегодняшний день. Слово Божие живо и действенно. Нужно, чтобы оно заговорило не только с Давидом, со мной. А вот конкретно ко мне написано слово. Иоанн Златоуст называет это усваиванием. Допустим, ну, говорим, Христос умер за мир. Вот Агнис Божий берет из себя грех мира. Евангелие от Иоанна 1.29. Это эпиграф в картине явления Христа народа Иванова. За весь мир. А Златоуст говорит, ты скажешь, он умер за меня. И кровь свою пролил страданием на кресте, меня он искупил. Меня. Он пришел за меня умереть. И тогда у тебя будет особое чувство благодарности. Это Иоанн Златоустович. Усваивай его. Конкретно. Не за коллективизмом спасаться. А я виновен в этом. Да, я виновен. Другой раз вспомнишь, что я делал. Один сидит, господи, как же ты меня терпишь-то. Да благодарю тебе, что я еще живу. Я был отправлен в такой лагерь, откуда, может, и никогда бы не вернулся. Я только вернулся из лагеря. И в это время сотрудники КГБ сразу приехали домой, а меня нет, и у жены спрашивают, и как он вернулся. Он же не должен не вернуться. Есть фильм такой, Улыбенкур, когда он с Галер возвращается. Как он вернулся? Говорит, милостивый кесарь. Когда Григорий Филович Распутин в город отправлялся, ему говорили, ты там разворачиваешься, а он говорил, а Бог, а Бог, Бог нельзя хранить. Как какие-нибудь вопросы пишут? Кому? К Распутину? Я вас просто не хочу смущать, понимаете? Но и угождать я вам не стараюсь. Раньше я задавал такой вопрос. Это тоже мой путь развития. Как сэр Николай мог снасться с таким человеком? Как он мог его примечать, он быть в доме? Но прошли годы, когда стала открываться литература, я побывал за рубежом, прочитал в оригинале все. Я стал вопрос по-другому ставить. Как Григорий Ефимович мог снасться с таким царем, с царишкой? Это самый неугодный царь был. Петр Первый никогда бы не допустил революцию. Иван Грозный. Но, поверь, это был самый добрый царь, он святой. Как царь, руководитель, ну разве бы Иван Грозный позволил революцией быть? Или Петр Первый? Да он бы их пять тысяч вздернулся, еще 200 лет слова революции не было произносимо. Надо разделять. Вот я как гражданин, я голосую, чтобы преступников, маньяков казнили. А как христианин, я сложил руки, Господи, прости. Жизнь может отнять только Бог. Во мне и гражданин, и христианин. А христианин все время побеждает. А христианин вы относитесь к христианин. А он уже говорил. Уже говорил. А кто такой? Вы уже это рассказали. Кто такой? Вы уже рассказали, мы им рассказали. За Диамиду опять. Диамиду? Ну, в первую очередь, я ежедневно... Я тоже плохо слышу. Диамид этот, я не понял ваше слово. Щукотский, да? Да. С первого дня, с первого часа, как только у него началось там движение, мы ежедневно за него молимся. Но абсолютно, и обличения его много были правильные, правильные, но... Не совсем согласны то, что там было. Но не совсем нельзя соглашаться. Он начал проклинать Синод, анафемию предал Патриарха. В первую очередь, это противозаконно, а один епископ этого делать не может. Дальше, обвинение, которое он представлял, как бы, на весь Синод. А кто с Синодом? Ага, митрополита такого, туда подряд всех туда так не делается. И такую анафему Бог не утверждает. Анафема есть, она на нас с вами. Она на нас. Почему? Слушайте внимательно. Первое послание к Коринфянам. Первая глава. И говорит, кто не любит Господа? Маранафа. Шестнадцатая глава. Кто не любит Господа? Мы любим Господа? А если не любим Маранафа, анафема? Вот стоящие здесь, меня и батюшку касается. Кто не любит Господа? Анафема. И второе место анафема. Галатам. Первая глава. Восьмой, девятый стих. Если с неба придет ангел, или мы, и будем проклядывать не то, да будет анафема. И вот свои слова нужно сравнивать. Кирилл уже с римский говорит, если слова мои не сходятся с Библией, не верьте мне. А Ян Затонс говорит, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. А у нас что попало, может человек говорить, из священника и епископа, совершенно не сверяясь. Священное Писание, вот главный эталон, зеркало, с которым мы должны себя сверять. Если этого там нет, Затонс говорит, даже не рассуждаем. Пророк Илья взят на небо. А чем он занимается? Нет в Библии ничего, мы молчим. Диамит не прав. Вот в этих вопросах. В обвинениях своих первоначально он был прав. Но дальше идти нельзя было. Его патриархия призывала разъяснить, он не поехал. Это неправильно. Это неправильно. У меня бывают обвинения, на меня тоже бывают обвинения. Я сам нахожу, написал патриарху, и говорю, вызывайте меня на сенат. Там на книге моей, в общем где-то. Ни одной их буквы они не могут опровергнуть. А вы отзываетесь неодобрительно, а вы больше не достойны. Почему вы должны одобрительно? Вот когда там один был такой царь, не зэкий, он собрался на войну. И пришел и сахал. Но идти-то идти, но сила-то там громадная. И он встал, говорит, а у тебя пророки как говорят? Он говорит, а слушай, что говорят. Идите на Ромового, Галаадский, победа будет. А сердце неспокойное. Говорит, а может еще кто есть? Да у меня есть один, я не люблю его. Он обо мне хорошо не говорит. Обо мне хорошо не говорит. А остались зеки, говорит, не говорим так. Пошли за ним. И пришли. А там Михей, сын Ембар. И он только пришел, а у всех приподнят это строгение, победа. ЦК партии голосует за, за победой Гитлеру на подступах уничтожен. И он говорит, знаешь, ты скажи, как все говорят. Пусть день радости будет. Я скажу то, что Бог к нему сказал, другого не будет. Когда пришел, царь спрашивает. Ну скажи, что? Он говорит, вижу. Овцы Израиля, рассеянные по всем холмам. И нет у них пастыря. Он так вот. А я, выходит, не царь? Я не пастырь? Я же тебе говорил, он обо мне добрый говорит. Арестуйте его. Вот вернусь я с фронта, я ему покажу. Он говорит, не вернешься. Псы будут вязать кровь твою. И он не вернулся. Вы знаете, в Санкт-Петербурге есть храм, Исааки, собор. Да. Исааки Донатский. И он когда на встречу там высказал, выходил Валенту, царя останавливал там. Он пошел на войну с болгарами. Он говорит, не ходи. Ты сначала тюрьмы открой, православных выпусти. Что за наглядь такой? Его бросили в болото, он не утонул. Тогда ему говорит, посадите. Я вернусь, разберусь. Он говорит, а ты не вернешься. Я уже жареный запах слышал. Он сгорит. Вот и все. Диамид перешел в грань. И мы должны сказать, но в моих молитвах он остается по-прежнему. Отлучение его от епископского сана незаконно. Это дальше. Я уже говорю в отношении патриархии. Незаконно. Он не взял ни одного нарушения правила, за которое можно было бы его отличать. Он епископ, самый натуральный, лишенный места и все больше ничего. Если будет нужда, ну он должен принести покаяние свое, нафиг мы эти, как ненужное убрать и служить дальше, как было. Вы мое мнение слышали, я ответил. Можно еще один вопрос, только опять простите меня. Простите, что я много вам... Нет, а мне нравится это. Да, ну хорошо. Вы не можете ответить на вопрос, почему сейчас там бежит время? Могу. Пожалуйста. Потому что я ничего не спиваю. Существует разная единица измерения. Есть радиоактивные часы, которые за 2000 лет показывают отставание в одну секунду. Главное часы, Бог дал, луна и звезды. Это Библия говорит. И что время бежит быстрее? Неправильное выражение. И говорит, а посмотри, как время летит. Считайте 89-й апсалом, там написано, и дни проходят быстро, и мы летим. Не время, а мы летим. Есть такой маленький ролик, 45 секунд. Женщина тушится, и из ее ребенок вылетает, ленка шпырвет, и уже показывает, такой летит ребенок. Потом мальчик, потом, видно, мужчина, ну, голый совершенно, в облаках, руки поддерживает. И, наконец, видно, скотчет и без зубы, и грохнулся. На кладбище все закончилось. Вот и все. Это кратко, 45 секундный ролик, показанный, как все свершается. Время, какое было, такое и осталось. А мере, чем лампадами, маску... Матушка, я знаю, это не единица измерения. Фитиль может быть больше, масло может быть более загрязненное. Единственная мера измерения Бог дал звезды. И он сказал, будете определять время. Только. Чего, Павел? Так что говорить о том, что время летит быстро, это у меня как-то отец говорил. А раньше он контужен напротив был. Жаворонков было много, а сейчас мало. Он их не слышит. А мама в конце, зрение уже стало погасать. Я помню, говорит, девочка, было столько звезд было на небе, а сейчас это меньше стало. Понятно. Понятно. Можно вопрос? Вот когда война была в Сербии, при царе царь посылал войска, чтобы побочь братьям наших прослав. Почему власть, это как вы думаете, российская власть не помогла в Сербии? Ну, в первую очередь, правильно ли сделал царь. Правильно ли сделал царь. А потом уже надо будет говорить. Надо ли говорить о втором, когда первый шаг правильно будет рассужден. Не знаете, какого вы духа Господь сказал. И все эти завоевания в Альпах. Куда Суворов лез? С пушками. И кому это нужно? И там ничего нету, кроме проклятия в адрес русских людей за этот мост. Нехорошим словом я его называю. По-черному. Ничего этого не надо было. Павел, которого убили царь, направил уже войска. Интенданты отстали в Индию, чтобы напоить лошадей и завоевать их где-то надо нам. Вот и все. И поэтому... А это правительство вообще какая армия? Кого воевать? Только сиди уже, чтобы нас не трогали. Россия вот-вот расходится на счастье, может быть, и отдельное княжество будет. Поставлена задача мирового правительства, комитета 300, расчленить ее, как в Советский Союз, так и отдельное маленькое княжество государства. А остальное все уже разделено на картах. Китая принадлежит. Это Турция, это Англия. Поэтому мы намечали вот эту поездку за рубеж на следующий год. Но, видя какая международная обстановка, мы решили, в этом году надо... На следующий может быть поздно. Так что, согласно расчетам, а не моих, едва ли два года мирной жизни еще будет. Едва ли... То есть в этом пределе где-то. И надо заранее приготовиться. Я в Анатолусе говорю, чем неожиданнее несчастье, тем труднее переносится. Я вот представляю, все загорелось, дома рушатся. Домой не вернусь, я все время себя настрою, Господи, суды Твои праведные. Это 118-й псалом, кто-нибудь запишите, 164-й стих. Ежедневно, семикратно прославляя за суды правды Твои. Это суды Твои. Не надо роптать. Потому что, во-первых, это несправедливо. Два миллиарда китайцев, горы режут уступами, жить негде. Здесь мы в прошлом году проехали, от Улан-Удэ до Читы 1200 километров ничего нет. Они обработают землю так, что ты ее не узнаешь никогда. Земля Богу принадлежит. В чем ради она должна принадлежать? Ну, допустим, один человек. У него живут с женой. У них нет детей. У него 100 гектаров. Рядом живут соседи. 10 соседей. У каждого по 10 ребятишек. И у каждого по пол гектара. Справедливо? Земля не обработана. 15 миллионов гектар заброшены. На Алтае только на одном. Миллион 200 тысяч гектар. Гектар заброшены. Вот и все. Будут жить другие, более лучше. У нас, мы проехали из конца в конец, это мировая свалка. Вот куда приезжают люди, все, в мусор, в мусор, в мусор, в мусор. Я долго не мог узнать, как же немцы без мусора живут-то? А сейчас мы проехали, нету никакого мусора. Почему? А его нельзя нигде оставить. Они огородили решеткой, и тогда будет метра четыре. И машина нигде не остановится, только несешься по трассе. Даже промежутка, только где съезжать там, на круговую, чтобы вернуться на это. Вот мы в одном месте ошиблись. Ну, маленько проехали. Развилка. Надо направо, нам налево. А развернуться можно только там, где там. И туда мы тридцать километров гоним, 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 чтобы завернуть обратно тридцать километров, чтобы на свой рожок попасть. И поэтому там негде бросить мусор. И никуда в лес не запускают. А у нас в любом месте заходили. Я к своему российскому мусору соскучился вернуться. Я знаю, что я за любым кустом спрячусь. У меня знакомый тут один в Москве. Он гидом работал и женился на англичанке. Вот. И она здесь побыла, сколько уже привыкла, и поехала в Англию. А там все зализано, кустики подстрижены. Она вернулась и говорит, я так отвыкла. Вот это беспорядок. Крапива подохну, мне больше нравится. Мы живем. Дети природы. А там, когда мертвые, все встреченные, камни, бога, патриархи. Можно еще один вопрос? Ну вот, допустим, сейчас на Украине тенденция к тому, что они хотят свою поместную церковь. А мы же хотим с Россией быть. Ну правильно? Вот под русским патриархом. Да, а вот... Борется сильно об этом отец Кирилл Сахаров. Во-первых, я далеко отстаю от этого, но скажу, что самостоятельность русских, это русские. А которая автокефальная, украинская, это совершенно законная требование. То, что говорят, что никогда на Украине не было патриархом, да. Я ответил на ваш вопрос. Поэтому воевать за, против, там, вот пускай Агафангел там здесь будет, пусть они решают сами. Никогда церковь за это не боролась. Никогда. Церковь сама решала. Вот вы собрались здесь и сказали, мы хотим быть именно сербским павлом. Ну, ваше решение такое, и препятствий не должно быть. Свобода во Христе. Где Дух Господень, там свобода. Все. Но мы считаем Россию, Украину, Россию и Белоруссию. Этого нельзя делать. Нельзя. Решаете вы, ваш пастырь, конечно, не без епископа. Епископ решили сейчас вот так. Решили, и никому никакого нет. Мы остаемся друзья и братья. У нас этих вопросов нет, мы слишком далеко. Но обстановка мне очень хорошо известна. И когда начинают бороться там против автокефалии, там, эти громят, униаты, это все не христианское. Любят они папу, пускай они молятся. Но они избрали этот путь. Ну, Владимир-то нас крестил русский. Владимир, где нас крестил? Владимир. Владимир-то где крестил? А Крещатик знаете где? Да, знаю. Не в чашке крестил. Ну, не в чашке. Христос крестил Тавиордами. С чего решили, что она ладошкой полку и хватит? Это все окотоличивание. У нас в общине ни одного нет без троекратного полного погружения. Потому что апостольское 50-е правило, чертите себе, оно гласит, если паспорт крестит не в три погружения, да будет извержен. Он уже эту коризму так зря носит. Писание его отвергает. Почему? Потому что Писание утверждает, что мы погружены в слово крещение, имеет один перевод баптизантос. Погружение нет. Перевода другого нет. Ну, вы меня немножко не поняли. Я говорю, что он же крестил Владимир. Русь. Русь, да. Украина, Белоруссия и Россия. Видите, сегодня по историческим этим документам установить очень трудно. Если утверждает так, пусть будет так. Но только мы знаем, что недобровольно это было во многих случаях. Вот стоит на иконах, стоит князь Владимир. Тут рядом воин такие, грамотные воины и меч. Раньше говорили так. Кто не со мной, тот мне не друг. Сейчас прямо говорят. Не так было сказано. Кто не со мной, тот мне враг. А он был очень крутой. Вы знаете, сколько у царя самому ножок было? 300 жён и 700 наложниц. А 300-700 сколько? Тысяча. А у князя Владимира две тысячи было. И у Ранова брата Ярополка ещё одну жену отнял, а его убил. Вот такой был. А что из него Господь сделал, какой он стал? И поэтому крестил когда он, в это время он пришёл-то не к поверью, а Анну ему надо было там корсунь завоевать из-за небесной. Это обращение, это не обращение, это политический манёк был. Но мы должны сказать, всё-таки мы благословены, что избрал не мусульманство, а избрал веру православную. А уж теперь в этой вере православной мы разберёмся, что к апостольским временам относится. Мы должны быть за это благодарны. Посмотрите, прославляет царя Константина, равноапостоль, но никогда не был равноапостоль. Он до самой смерти был некрещённый и крестился у еретика и в семьях. Если не отвечаете. У еретика, он даже православного дня не был одного. Но церковь, за то, что он государство сделало религию, признала там, а я чего не спорю. Но история, жития святых, прямо взорят об этом. Почему столько было епископов? Константин не православный епископ, а крещение-то принял. Говорит о его внутреннем состоянии. Принял нотарианно. Вот сейчас появилась над мирной Евангелем Матери Божьей. Слышали такое? Батюшка, если топится печка, принесите туда. Нет, я просто слышала, что появилась. Если проповедовать не то, что мы, то будет анафема. Галата, Магия, восемь, девяки. Павел говорит, ты еще раз говорю, кто будет не то проповедовать. Там ни одного слова нет по Ивангелу. Ни одного. Даже ангелы придут. Спалить. Ангелы придут. Не верите. Ангелы придут. Двенадцать апостолов. И будут вот так вот над мирно. Ты скажешь анафемы. Я дай дай дай. Вот так написано. Ну, откройте его, посмотрите. Галата, Магия, восемь, девять. Даже руки не берите. Это не надо. У церкви достаточно по триста, как называется. Это триста томов полярта. Триста томов. Двенадцать томов Жития Святых. Пять томов Доброта-Людия. Вам недостаточно? Вы прочитайте эти книги. Вот сайте я дал, там начитан, моим голосом написал. Двенадцать томов за того. Шесть томов Юфрема Селина. А где ваши книги почитались? Ну, знаете, можете сказать так. Так, вопрос один. Хотелось бы сказать, давайте я звоню. Ну, не так. Сейчас, я закончу, что-то. Вот. Что скажешь? Дело в том, что если батюшка скажет, я хочу иметь эти книги, то я ему дам бумагу. У меня многие церкви получили благодарность от патриархии. Ну, расписаться и печатать. И я подарю все тридцать восемь книг, чтобы люди могли брать. Но там две строчки есть, которые ему надо выполнить. Эти книги сохраняю и даю свободно читать. Ну, это естественно. И это во всех библиотеках. Если он скажет, беру, сейчас прям при вас я их занесу. И они будут у вас. Вот решите. Скажите, пожалуйста, можно вопрос? Все? Можно вопрос? Еще я читаю. Так, подождите. Батюшка, благословляйте оставить? Да. Так, мне Александр... А кто хочет читать? Вы на таки лежат? А мы читали. Вы бы читали. Даже вы можете если на дому сделать так. У кого-то на дому брать, чтобы... Если батюшка опасается к ним. Но против моих книг, ни одного слова, ни один язык еще не смог ничего доказать. Почему? А они в пороческом духе написаны. Я ни одного предложения не сказал. Заглядываю в глаза. Нравится там патриарху или нет. Я разбираю от точки до точки. Что говорят святые отцы, каноны. У меня брат священник. Я ему не подыгрываю. Но их надо применять только к себе. Потому что... Когда начнешь... В каждой книге я делаю примерно 3000 ссылок на Библию. Откуда это взято мысль? Да шафт проверки никак. Как один епископ сказал, там все вот так, говорит, соментировано. Там ничего нельзя тронуть. Там я отвечаю на 4124 вопроса. 1300 проповедей. А как поступить в вашу общину? Как в вашу общину поступить? Вот если кто-то забудет спасаться. Ну допустим, мы приехали. Так, я сейчас скажу. Послушайте, я не знаю как. Сестра задала вопрос один. Матушка, вот она задала вопрос. Говорит, как поступить в вашу общину? Допустим, она... Ну как поступить? Надо жить там. Мы строим православное дерево. Я сейчас покажу, кто может поселиться. Желательно, чтобы были молодые. С детьми. Что там нужно для этого. Вы приехали. В первую очередь, вы на словах пока, что вы православные. Храм православный. Но если ты знаешь это, дальше у нас вопрос стоит, крещённо ли ты в полное трехкратное погружение. Она скажет, а я не знаю, я не знаю, молодая была, не знаешь. Шестой Вселенский Собор, запиши, восемьдесят четвёртое правило. Это наше учение, книга правила. Вам её дают, так ли? Шестой Вселенский Собор, признаёте? Это шестьсот тридцать епископов. Нашим православным. Восемьдесят четвёртое правило. Если ты не уверен, что ты крещён, убавал дедом. Взяли в детдом, родители погибли, он вырос. Я не знаю, крещён. Ничтожество, умняшится. То есть, немало не сомневаюсь. Прими крещение, хотя бы оно было вторым. Да не будешь лишён толикой благодати. Это правило, оно очень хорошее. А если не крещён, подумал крещён, думать не надо. Вопрос жизни и смерти. И поэтому у нас говорят, а я крещён. Крещён, представь документы, представь свидетелей. Это везде так требуется. А если нет, значит, ты не знаешь принять крещение. Шестой Вселенский Собор, вот четвёртое правило. К нам приезжают иногда иеромонахи, и крестятся. И опять уезжают и служат. Вот так. То есть, все должны быть крещённы. Один вопрос. Писание об этом говорит. Без крещения нет спасения. Все вы во Христа крестившися, во Христа не крестившися. Крестившися погружёнными. Мне погружение к крещению никогда церковь православной не признавала. Я напоминаю, что за годы советской власти ни один баптист, адвентист, старообрянец не крестили ладошкой мокрой. А мы православные. Поэтому давайте держать это звание. И потом в моих книгах я о крещении перевожу 136 свидетельств. Каноны все до одного. Жития святых все до одного. 1137 житий привожу. Это всё на дему о крещении. Что говорили святые отцы, всё тут есть. Это всё в книгах Крестного православия. Не смотри, что где-то не понравится. Не нравится Ахава. Я не люблю, он обо мне хорошо не говорит. Это ничего не значит. Это не определитель. Определитель Слова Божьего. Так, покажите, куда он принесет книгу. Нам коробки только вернуть надо. Книги выложим на бумаге. Печатать свою посланную церковную и расписаться. Книги сейчас будут здесь. Отпечать же у нас там на приходе. Ну давайте решите. Я покажу сейчас, как мы сегодня были в адресе. Сейчас стоит Николаев по порядку. Доманёвки я отдал. Больше, во всех, когда ты знаешь, что нельзя одинаково. Я даром отдаю, это мой труд. Я 50 лет отдал. Минут 10 вы подождёте. Минут 10 вы подождёте. Мы съездим. Давай, Пашев, куда занеси книги, где положить, чтобы вы не видели. Я не знаю, как батюшка скажет. Батюшка, как вы голосовите? Если благословляют, я их сейчас раздрою, на стол покажу. Наверное, не может, да? Ну, взять книги один и один. Я покажу целую пачку писем из патриархии. Батюшка, как вы благодарны. Батюшка, как вы можете сделать. Гласно идти. Решайте. Куда занеси? Патюшка, можно? Патюшка, можно. Где? Так, брать, забрать. Николая, помоги. Две коробки сейчас поднеси. Дело в том, что, когда я начинал писать книги, я не думал о книгах. У меня издавались отдельные листики. А листики, это университетская газета издается, 999 экземпляров. А внутренние, вкладыш, а я его на 25 тысяч. И выкупаю, и тогда раздаю. И когда по одному листику расходились, пришли старобрядцы. И говорят, а книгой бы надо издать. Я говорю, а что это такое? У меня эта газета сворачивается, на углах ломается. Это книга. Я никакого понятия не имел. А кто верстать будет? Они говорят, а что такое верстать? Я тоже не знаю. Теперь я сам набирал их и сам верстал. Я за компьютером провел за 9 лет больше 30 тысяч часов. А глаза как? А? Глаза как? А вот смотри, Господь, как мне мысль Бог положил. Мелко тереть. На самом мелком, две морковки утром и две в обед. А потом лекарства продают, глаза закапывают. Каротин, а я ни одной капли не капал. А моркову есть? Кушать морковь, да? Да. Морковь кушать? Морковь. А вот мы едем дорогой, тоже морковь кушаем, но это не такая, которая стружками идет, а прямо в каши превращается. Спасибо. Ну, ешь там с хлебом, там с чем-нибудь и все. Ну, а там две морковки кушать, что даже не было. Спасибо. Пора заберем. Я ниоткуда это не знал, просто, просто Бог положил. У меня дистрофия сейчас. Это знаете, как Бог делает? Я был в Америке, меня вызвали, проповедовать пришлось там. И в Синоде. Заболел зуб. Ну, а раз они меня вызвали, они страховку заплатили, и меня в кресло там положили, опрокинули. Я говорю, нельзя ли там штифт сделать, а на него там наплавляет. И нельзя, говорит, у вас ниже десны. Надо вырвать. Я говорю, мне нельзя рвать зубы. Почему нельзя? Я говорю, я в разных университетах веду занятия, мне нужна память полная. А какое отношение зубы и память? Я говорю, тоже не знаю, но мне, я внутренне ощущаю, что зубы вырывают, и у меня память убывает. Еще по полу. Но проходит 5 лет, и вдруг показывают в газете, шведы исследовали многолетние, и показывают, с каждым вырванным зубом процентов памяти убывает. Вот и все. У меня зубов нет, и я ни зуб не вырвала. Я как будто на 25-ти годах остановил. Вы что, не заинтересовались? Вы не заинтересовались? Это Господь помогает. О морковке я не знал, я просто влудренно почувствовал, нужна морковка, организм подрелся. А потом, значит, хорошо, хорошо. А потом, не кажется, какой-то, какой-то, какой-то. Но я и в капот. Спасибо. 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 Так, что со стола? А. 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 Спасибо.